Мам, привет, мам, мам, можно яйцо, мам? Ой, я хочу тоже. Мам, мам, все, все, все. А папа, давай папа. Ой, папа, ну еще раз папа. Ой. Говори пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет. Привет, меня зовут Владимир Осечкин, я основатель ГУЛАГу.нет и автор этого документального фильма «Хроники ГУЛАГа XXI века». В этой серии мы расскажем об истории трагической гибели Романа Сарчева, любящего и любимого отца, мужа, сына, брата, который погиб в пыточной брянской колонии номер 6. Об этом не просто говорить, но об этом учреждении, о пытках там, об унижениях на систематической основе, на ГУЛАГу нет, я и мои коллеги писали многие последние годы. В 2015, 2016, 2017, 2018 годах мы обращались к руководству ФСИН прокуратуры Следственного комитета с просьбой остановить этот пыточный конвейер, положить конец этим бесконечным жалобам на пытки и унижения. Но, к сожалению, в ответ на наше заявление, жалоба и обращение приходили тупые бездушные отписки. Ни следователи, ни прокуроры, ни руководство ФСИН не сделало ничего, чтобы остановить пыточный конвейер. Этот фильм посвящается в памяти Романа Сарычева и всех жертв пыток, кого били, унижали, пытали, насиловали и убивали в брянской колонии номер 6. Это в память о вас, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова давайте сначала познакомимся тогда ребят начну давайте тогда да меня зовут владимир осечкин я основатель гулагу нет может быть да там слышали правозащитник и собственно говоря вот человек который писал заявление по поводу того что были пышки в брянской колонии да да ну что я отбывал наказание в брянской колонии но тут должна разговаривать общей сложности я разговариваю за эту колонию ну я больше ясно там лучше выделить последние события происходящие в этой колонии убийство заключенного и последние пытки тоже осужденных по которым есть очевидец если я это слышал то вот со мной рядом находится тоже человек который освободился и может в общем очевидец практически всех событий да скажите пожалуйста а вы можете представиться тогда я могу представиться меня зовут орешка евгений анатольевич я непосредственно работал вместе и закрывали осужденных за наказание проще говоря крыша я работал там раздатчиком пищи находился по боему и начиная сейчас вам скажу семнадцатого года конца как всех начали ломать бить зашли туда маски унижать начали чтобы все взяли тряпку не было то есть там авторитетов и тому подобное то есть убивали просто последнее происходящее событие я лично сам другим осужденным вот где произошло убийство я его уносил два часа ночи на одеяле там находился по боему еще один человек гришин фамилия гришин вот он живет в подмосковье я тут точно не знаю можно узнать о всего этого как говорится вот этого осужденного это он который подстрапалил их и его когда приезжал следственный комитет скринцов и тому подобное он начал путаться в показаниях и его по сотрудникам оперативники скажем так на неделю раньше освободили должен был освобождаться со мной семнадцатого августа но он освободился чтобы он не наговорил лишнего потому что должна была приехать прокуратура генеральная его просто как свидетеля убрали он связывал не только с маршалка связывал со всеми сотрудниками я когда был там не говорю вы доиграетесь говорю он умрет я говорю вы не можете вызвать санчасть якобы уколоть его там снотворным чтобы он спал но они не делали вот этот день когда он умер они попросили со мной тоже работал человек попросили чтобы он принес вещи его на этап собирали вести на двойку как психо ну там с головой у него а вы можете сказать вот фамилия и имя и отчество этого запрещенного их убили до до дара ченко фамилию знаю ну и отчество сейчас У него так все получилось. Смотрите, я вам расскажу с самого начала. Почему это все начало происходить. Когда он находился на больничке, он якобы там взял заложников кого-то. Его заламывали 80 сотрудников. В итоге его помещают в ШИЗО, дают пятнашку ему. Он сидит нормально, даже голова не едет, в вторую пятнашку. На четвертую пятнашку в ШИЗО вызывают на комиссию. Ну и якобы перед тем, как вызывают на комиссию, приносят рапорт об нарушении, допустим, что он совершил. А приносят рапорт, что он не поздоровал сотрудников. А он такой человек, он со всеми сотрудниками здоровался вообще. С любым. А ему приносят рапорт, ну вот такую бумажку об нарушении, то, что он не поздоровал сотрудникам. Он видит, говорит, а за что мне расписываться? Он говорит, за то, что он не поздоровался. Он говорит, как я не поздоровался? Да я все время здоровался. Говорит, зачем вы это делаете, якобы? Он идет, короче, на комиссию. На чьей-то колонии ему еще, где она зона отрабатывает. Может, крыша у него поехала. Вечером выходит на обыск. Ну, два раза обыск в ШИЗО получается. Ему сотрудники говорят, ты нормально будешь, ничего не чудить, не все нормально. А он говорит, да, нормально будет. В час ночи он начинает, короче, там, бля, с ним сидел тоже, закамерник какой-то, я уже не помню. Он начинает встать на него, ну, вот такие вещи чудить. Его помещают в другую камеру, не то, что камеру, а в помещение, где приводят на предварительную комиссию. Там нету ни окна, нету ничего. Вот где убили его, да? Да, где убили его. Помещают туда, он берет, разбирает драмы. Ака, помянул. Он ходит голодом. Ну, короче, ну, я не знаю, может, он специально это связывает. Четыре дня он был связан. Я им говорил, вы доиграетесь, ребят. Я говорю, ну, лучше скиньтесь всеми сотрудниками и отвезите его на больничку, на бензин, говорю. Я тогда вот эту вещь, говорю, я вам говорил, что это будет. Вот. А сам непосредственно, кто ясность несет, кто участвовал в этом, это Гришин. Он связывал, которого освободили на неделю раньше. Да. Если его, не то, что там нормально, вот как мы с вами разговариваем сейчас, да? А придут сотрудники в форме, в форме, допустим, да? Покажут ксиву и скажут, ты это делал. И он даст полностью расклад. Весь. Он испугается. Он сказал, я никого покрывать не буду. Я с ним общался перед освобождением. Если, говорит, на меня надавят, я сдам всех. А Гришин, как у него фамилия, имя, отчество? Имя, отчество, как его зовут? Иван, Ваня зовут. А вот отчество я не точно... По статусу он обиженный. По статусу он обиженный был. Но он сидел, находился на БМе. Свободно передвигался. Свободное передвижение у него... А освободили его когда? Дату помните принудительно? Не понял. Дату вы помните, когда его освободили? Его освободили, смотрите. Я освобождался 17 августа. Он должен был в один день освободиться со мной. Но его освободили на неделю раньше. Вот отнимите эти числа. Я не знаю почему. Но специально его убрали, чтобы он не наговорил следователям. Лишнего. Потому что они делали такую матрицу, якобы. Он заходил к нему в камеру, содержался. Гришин там выгнал его. Ну, такая вот. Проворачивали они. То есть эту тему... Я вам скажу, когда он умер, когда он умер, ответственный по колонии был начальник. И он знал об этом. Он знал об этом. Когда приехала генеральная прокуратура, я присутствовал там, как раздавал пищу. Я видел, когда начальник колонии ходил по протолу, нервничал. По коридору. Туда-сюда. Приехала генеральная прокуратура. А начальник, фамилия какая у начальника колонии? Не понял. Фамилия, имя, отчество начальника можно сказать? Львин, Алексей Васильевич. То есть, если закрывать там, ну, вообще, вот так, как бы дело это раздумать, серьезно. Они в курсе были. Все были в курсе. Там можно закрыть человек 15, наверное. Но закрыли одного, чтобы он не тянул всех. Понимаете? Непосредственно ДПМК закрыли, который был вторым лицом, ну, ДПМК, после начальника, который руководил всеми сменой, ну, сменой руководил. Его закрыли. А так участвовали все. Про кляпу, про кляпу скажем. О, о. Спрятал кляп, кляп, который мы убили. Я не знаю, если его не нашли, не нашли, я могу сказать, где он находится. Там отпечатки пальцев. Я свои пальцы не оставлял. Я брал в салофан и спрятал его. Это очень весомая улика. Понимаете меня? Конечно, конечно, понимаю. А вы хотите сказать, что это вы спрятали кляп? Да? Вы увидели, нашли его. Да, я у них своровал эту улику. Мне наутро говорят, где кляп? Я говорю, я не видел. А я его спрятал. Ну, понимаете, его могли сейчас... А так как я находился, там было очень, как вам сказать, телефонов у некоторых людей. И где я ждал и найти его. Я на 100% не буду уверен, что он до сих пор там находится. Понимаете? Да, да, да. Ну, кляп был, блядь, с подскочем и делами. Я могу сказать, может, он и лежит там. Евгений, скажите, пожалуйста, а кто по фамилии у нас сотрудников принимал участие в избиениях вот этого заключенного Петраченко и кто его связывал вместе с Гришиным? Я конкретно. Вот Гришин вот этот, это я 100% даю, что он связывал. Архивский, это 100% Архивский. Вот. Сотрудник, младший инспектор, который дежурил в Шузо, это другая смесь. Это его ночь. Нет, это не его. Это был Иваныч. Иваныч, менялся Андреевич. Андреевич не принимал никакие участия, да я тебе клянусь. Вот он вообще не лез, он сказал, я не буду ничего делать. А Архивского как зовут? Я вам скажу, всю ясность, всю ясность, кто связывал, кто принимал участие, я вам сказал, вот этот Гришин. Ну да, он все расскажет. Он вам все расскажет, кто с ним связывал, что делал и тому подобное. Я много не внесу вам ясности. Если он путался в показаниях, которые давал Светланному комитету, и исходя из этого оперативники учреждения освободили, освободили раньше на неделю. И тем более, он ему прямым текстом говорил, что если его зацепят сотрудники, он молчать не будет. там как бы так было. Я сегодня... Я сегодня... Я сегодня... Я сегодня разговаривал с этим самым с адвокатом осужденного, который находится в ЕПКТ. Как бы она говорит, что они там проводят определенную работу. Там сразу же пишут, тут есть факты, тоже избивательства, избивательства, пыток на досужденных Яковлевых, то есть Магомедовым. Когда Магомедова избивали, это была ночь 20 марта, 20 марта, они прибыли этапом на ЕПКТ в город Клинцы. Они сами отбывали наказание на Брасово, на стройке, подожди. и по ЕПКТ они прибыли отбывать указания в Клинцы. Вот Магомедова избивали на 20 марта отбывали. Очевидцы этому Сорокин, Наумкин, Маруткин. Скороходов у вас. Вот Сорокин. И Сорокин вообще могу видел, когда его избили. Александр, сейчас секундочку буквально. Я просто хотел с Евгением договорить, чтобы мы уже зафиксировали. каким массивом информации вы обладаете и о каких преступлениях администрации вы можете дать показания? Большим информацией я обладаю. Очень большим. Вы даже представить меня не можете. Владимир. Евгений, а сколько во времени вы пробыли там, в этой колонии номер 6? Я пробыл 4,5 года, но непосредственно 2 года я пробыл в этом месте, где ломали людей. от начала и до конца, когда еще был не Саолаков, сейчас начальник управления, а был Порцин, который дал приказание Маскам зайти под крышу и бить, унижать всех там. Вот когда мы, Владимир, когда мы начали работу проводить с Диной Кожевниковой по жалобам от родителей, когда в помещениях ШИЗО ПКД и ПКД начали избивать осужденных, вот с этого момента он там не находился. Это, вот, вот, в общем, это был июнь, месяц 17-го года, когда управление, из управления... Александр, если не возражаете, я бы продолжил, Александр, так как мы с вами говорили долго, и мы еще с вами поговорим там завтра, послезавтра, я бы хотел сейчас, так как мы с Евгением на связи, проговорить все максимально подробно и обменяться контактами, Евгений, если вы не возражаете. Ну, я могу оставить свой номер телефона. Конечно, чтобы я, соответственно, как бы, чтобы мы исключили всякую возможность утечки, и мы с Александром договоримся, что на самом деле он никому не расскажет о том, что у вас была с ним встреча, как бы, и дальше мы будем напрямую с вами контактировать. Давайте номер телефона оставляю, 8, 920, 920, 84, 84, 34, 34, 177, 177, правильно я записал Орешко, Евгений Анатольевич? Правильно все. А год рождения какой, чтобы я понимал? 20 августа, 82-го года. В каких именно преступлениях вы можете дать показания? Свидетелем чего вы были? Свидетель того, как шелест такой есть, сейчас там, я не знаю, надо просто узнать, работает он или нет. Начальник безопасности Шелест, Рустамов, а кто ломал, раньше были такие, но они уже поменялись, я могу фамилии узнать, потом созвонимся, я вам дам, попробую пробить. С управления, которые ходили, блядь, с тряпкой, с моющим средством, выгоняли отсужденных, и, и, чтобы они мыли продол, полы. все после того, когда поломали крышу, вот эту, кто заезжал под крышу, ну, допустим, за нарушение, им давали тряпку, и они мыли продол. Если они не мыли продол, стояли маски, два человека, которые после этого начинали их бить, если он не будет это делать. вот так, Владимир. А вы видели когда-нибудь лица этих людей, которые были в масках? В масках? Да. Или в масках кто был? Ну, я вам скажу, меня даже. У меня была ситуация, вот расскажу. Меня вызывает в кабинет начальник колонии, там присутствует начальник оперотдела и говорит, вот, ты передал Александру, он находился в камере, какую-то записку. Я говорю, я не передавал. Он мне говорит, я тебя сейчас шокером буду бить до тех пор, и ты мне расскажешь все. В итоге ситуация, знаете, как происходит? Меня ведут на КПП оперативники и полбят так выпивают мозги, что не каждый стерпит это. Но я ничего не сказал все равно. Били просто, убивали. Он что раз на голову надевали? Не, пакет не надевали на голову. Шокером дубили, блядь. Сейчас начальник, который был крыши, он ушел на пенсию. Варангол. Он ушел на пенсию уже. Вот это все разворачивалось при нем. И он был первым, первым, Есть человек, который освободился, армян, я могу узнать его фамилию, он ему даже, блядь, машинкой жопу брил. Представляешь, Владимир, что твоё? Да. за то, что он не хотел бороду греть, он ему побрел жопу. Ужас, да вообще какой-то маразм. Да я там, блядь, с учебой. Я тебе объясняю, что я там был, раздачником пищи, не только, коптером был. Я всю ситуацию внутреннюю, эту мусоргскую, знаю наизнанку. Ну а что, и, понимаете, получается, Владимир, он был чужой среди своих, как бы, вот так. Он, как бы, по БМу содержался и был раздачником пищи, чтобы посторонних в лагере не вызывать на раздачу пищи, запрещенных предметов передачи. Он, находясь на БМ, он там передвигался свободно по помещениям, по КТВ, по КТВ. Вот, ну, получилось так, что он, как бы, И, слава Богу, что не отказывается. А то, что тут вообще никаких сомнений быть не может, все, вот, он вводит достоверную информацию. Если я какие-то моменты слышал, как бы, там, да, там, я это в кармане сидел, он меня лично видел, когда у меня лицо все в крови было, когда меня отцовывали на руку, когда Воронкова меня там заставлял вот, вот, та самая тряпку брать, полы мыть, там, унижать честь и достоинство, там все это делали оперативники, чтобы, как бы, располагать... Я вот хотел спросить, Александр, я хотел Евгения спросить, а кто отдавал приказы, вот это вот, люди это делали, вот сотрудники, потому что они садисты, или потому что им приказывали это делать? Изначально, Владимир, изначально, был начальник управления поршнем такой, вот, поршнем, поршнем, то есть, это его команда была, всю крышу поломать, вот, это событие, он привел, с 19-го года, да, он привел туда, а изначально пришли, поменялось, там же начальники менялись, как перчатки, вот, выли его постоянно, с 14-го года, привели туда такого, Ерастова, когда я пришел в кабинет, меня вызвали, как раздатчик обещан, был Ерастов и Шелест, вот, меня вызвали в кабинет, и говорит, мы с этого дня живем по-другому, ну, ну, и начинают, что ты делаешь, там, секретарь, я никому ничего не делаю, в Шелест, они пробыли, наверное, пару недель, и поршню дают команду, когда приехали, общелагерные мероприятия, обысковывая, вот, он сказал, въебать, это я лично слышал эти слова, въебать их всех, и тогда зашли маски туда, под крышу, и начали бить всех, в хатах, ну, в камерах, вот, я знаю просто одного человека, который, ну, которого хотели поломать, там, честь и достоинство, но не сломался, это с Белоруссии парень, он вообще вам ясность внесет, то есть, по поводу этой ситуации, его били, ломали, но он не взял тряпку, остальные все все сделали, я могу пробить все фамилии, кто сидел, ну, не знаю, как они будут давать показания, побояться, не побояться, это фиг его знает, но надо так аккуратно, чтобы вас не вычислили, что вы тоже будете давать показания, понимаете, если вы будете, ну, я вам дам хорошее показание, зачем вам кого-то собирать, это в дальнейшем, я соберу фамилии, если вам надо, конечно, и вы их укажете сами в допросе, вот, я попробую достать тех людей, так, так, Владимир, Владимир, Александр, один момент, что хочу вам, это самое, чтобы вы знали, сказать, там вот осужденный, это самое, Яковлев, вот, он, как бы, его тоже неоднократно, и избивали, били, пытали, в общем, там работал, в адвокат проводит, адвокат с Москвой, ну, как бы, с этим адвокатом. Александр, а мы с вами же сейчас, когда с Евгением закончим, мы там завтра с вами спокойно свяжемся, вы мне дадите их контакты, я с ними свяжусь без проблем. Хорошо, да. Да, давайте сейчас просто с Евгением договорим, у меня несколько, у меня последних несколько вопросов, а то там у вас уже позднее время, дети, наверное, спать надо ложиться. Да, да. Евгений, два последних вопроса, вот, помимо Петраченко, были еще какие-то факты расправ, ученых там убивали. Был момент, знаете, какой, там у миросужденный повесился, а, значит, как его, блядь, фамилию забыл, сейчас вам скажу, Чикарин, не помнишь, такой игровой был? Да. Ну, это, сейчас сидит сотрудник, Прокофьев такой, начальник оперчасти, его посадили, за мошенничество, якобы, за УГДО, при нем, значит, вот этот Чикарин, был должен денег, ну, по игре. Нет, тут не... Ну, слушай, я просто расскажу ситуацию, какая. Вот, он должен был по игре. Он ушел туда тоже, под крышу, по БМу, а его, Прокофьев, вот этот, начальник оперчасти, выгонял в лагерь, говорит, ты у меня в лагерь нахуй пойдешь, мне похуй на твои долги. Это я лично слышал слова эти. Вот. А кто ему говорил? Что он делает, слушайте, это вы можете узнать и пробить. Не, а кто, кто, кто ему, кто ему сказал, что я тебя в лагере выгоняю? Начальник оперчасти, Прокофьев. Он сейчас сидит. Это сотрудник уже... Сотрудник, отбывает наказание за мошенничество, не за это, а за мошенничество. Ну, это уже, наверное, не относится к нашей... Не, не, важно, важно, ага. Он его хотел выгнать в лагерь. Тут что делает? Делает петлю, петлю. Когда раздают пищу, начали не с этого этажа, ну, с нижнего, где должны были раздавать, а начали с верхнего. Он залез в петлю, ну, как бы, может, хотел припугнуть, что в лагерь не хочет идти, чтобы его оставили. А в итоге, он повесился, его никто не вытянул. Ему оставалось полгода сидеть, пацану. Это нормально, Владимир? А это когда было, Евгений? Какой год? Это было 16-й год был. Они списали просто, то, что якобы там суицидник, типа. А это не так. Всю информацию я тоже обладаю по этому делу. Я не видел, я часть, видео, потом ее закрыли. Да, ранее там, он не видел, что она защищила. Да. расскажи, я вам. Химика, когда ломали, он, я лично слышал, когда привезли его, Яковлева, вот, их двоих. Я просто находился в камере и слышу там, ну, приехали, они говорят, крыша, доброй ночи. И тут началось у него. На утро пришел шелест, где находится душевая, куда водят осуженных мы. типа предпадника. Шелест сказал, Кулакову принеси матрас туда. Он принес матрас. И на матрасе его ломали. Били, унижали. Пытали, два дня. Ну, я не знаю, сделал он то, что они от него просили, не сделал, я этого не видел. Но то, что его два дня били, это я вам сто процентов говорю. М-м-м. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok этих событий Знаете, когда Тина Дима Кожирникова Дима, координатор в ГУЛАГУ Да, да. Дима Кожирникова Она была раньше членом UNK Да. Вы помните события, когда говорили, что выводили спецназ силовой структурой в Крымце в прошлом году, в июне месяце? Да. Но это на самом деле было так. Я выходил на связь с Диной, с Кожемниковой, и нашел родителей, ребят, которые находились в помещениях ШИЗОК КТИ и ПКТ. Родители связались с Диной, через меня обратились в прокуратуру, понимаете, что этот Крымцев приехал и просто, ну, ребята там, что их избили, все вот эти спецназовцы, которые находились, они как бы просто люди в камуфляжах и в масках. То есть это, ну, преступление просто, понимаете, они год там пробыли. И просто из-за этого давления просто ребята все написали, что ну, все нормально. Просто им сказали, вы выходите, вы ладите. Ну, они что, и они запуганные духом, их сломали там, ну что. Я их тоже не осуждаю за это. Ну да. То есть фактически тогда, в 2017 году, когда приезжал спецназ и сбивал, и приезжал прокурор Лямцев, правильно я понимаю, что сотрудники УФСИН запугивали потерпевших? Конечно, не всех. Вот ребята, которые, да, пострадавшие в этом моменте, они все запугивали, всем психологическое давление оказывалось. Бездействие Лямцева, это прямой факт, я вам сейчас даже скажу, какой. В общем, в 2017 году они меня... Смотрите, у меня был плановый снимок филографии. От 17... Сейчас скажу, 17 год, 11 июля. 17 года плановый снимок филографии легких. У меня там отчетливое было затемнение. Видно. Что они делают? Они без 17-го числа медчасть подписывают постановление, что я могу содержаться только при обнаружении. И поэтому снимку они меня должны были положить на санкциональное лечение и отправить на подозрение, на проверку подозрения, на областную больницу. Они меня закрыли в ШИЗО, признали злостником, потом еще пару-тройку постановлений прошло. И спустя только после снимка полтора месяца они меня вывезли, содержа по ШИЗО, они меня вывезли по подозрению в туберкулевости. Я первичник. У меня этого никогда не было. Они меня умертвляли. И меня, когда диагноз подтвердился на областной больнице, меня просто положили на первое тяжелое отделение с распадом леда. Вы понимаете, что там происходило? Я сейчас как бы буду все тоже обращаться... То есть, по сути дела, вас сначала заразили туберкулезом, а потом еще вас вывезли в больницу, где поместили с открытой формой, да? Да, они меня заразили. Вот они обнаружили по снимку от 11 июля. По снимку обнаружили затемнение громких на плановом. И полтора месяца они меня держали в ШИЗО в подвале, в полуподвале сырого помещения. И только спустя это время они меня отправили. То есть, вот от 11 июля снимок, я приехал на больницу 29 или 30 августа. 1 сентября у меня уже подтвердился диагноз туберкулеза. Это 2017 год, да? Это 2017 год, да. А в больницу какую вас вывозили? В Брянскую областную больницу. На ИК-2. При ИК-2 там туботделение. Два туботделения. В больнице областная. При ИК-2 с того режима. Так, хорошо, я тогда себе этот вариант пометил. Как бы мы отдельно по неоказанию медицинской помощи напишем заявление по вам. Это отдельно разберем. И вот Виктория сказала, что у вас есть очень ценная информация. Если можно, мы просто сейчас перескочим. Вот именно вот по этому убийству. Начнем с него. Потому что если вы, конечно, являетесь свидетелем, то мы будем настаивать на том, чтобы вас допрашивали, брали под госзащиту. И, соответственно, уже дальше вот в этом формате двигаться и давать показания по другим преступлениям. Сейчас я вам предоставлю информацию касания дома, то, что я знаю непосредственно. Сегодня я еще встречался с человеком, который был под крышей гнивальный. То есть он был в хозу, он, короче, был в поиске из чужих. Сейчас далее я вам расскажу на словах, что знаю всего слова. Так, а можете тогда фамилия, имя, отчество гнивального сказать? Орешко, Орешко, Евгений. Вот не знаю, отчество не знаю. Давайте сейчас я расскажу все, что лично знаю я, и потом мы поговорим касаемо него, как мы вообще все с ним сгоординируем. Ну, я содержался в камере, я уже приехал в больницу. Я приехал в больницу 20 марта 2018 года. Потом через полтора месяца я был помещен в камеру номер 30. Убийство произошло в ночь с 22 на 23 июня, если я не ошибаюсь. Либо с 21 на 22, но вроде бы с 22 на 23 в ночь. Этого осужденного, когда вели вообще изначально оповещение по КТЕ и по КТЕ, он просто бежал и кричал, люди, что тут происходит, что это творится. Это призывы помощи были, то же самое. Вот, его отворили в ШИЗО, он сидел в подвале. С 15 по 20 июля, вот этого месяца, когда произошло убийство, его вытаскивали ночью, он кричал, его избивали, потому что было слышно, оно после отбоя, там камеры, лисичная площадка, ряды там у меня было, и его камера недалеко. Ну, то есть, ночью, сами понимаете, но даже часы где-то тикнут, оно слышно. А когда человек кричит, и этот гипиш, вот это все ночь, оно все это слышно было. Вот, с этого вот, его избили один раз, я им говорю, потом они меня на правую букву ведут, сотрудники, я говорю, что вы его здесь держите? Я говорю, его лечить надо. Я говорю, что вы, это девайки, кстати. Они говорят, ну что мы, говорит, мы люди маленькие, у постоянных инспекторов, вот эти младшие, которые там дежурят. Ну и что? Потом, что вот произошло? В ночь с 22-го на 23-й, вроде бы, или 23-й, вот на следующий день после убийства. Да. Я сижу в камере, у меня как бы окна закрыты, я ничего не вижу. А снизу мне, ребята говорят, это уже было после отбоя, говорит, три прокурора зашло. Я им говорю, походу у деда, говорю, этого убили. Ну и все, я лежим. А я до этого писал жалобы, когда ко мне применяли электрошокер, то есть били шокера в меня. Ну, сейчас я отдельно тоже вам скажу этот момент. Ну, то есть прокуратура знала, что я как бы молчать не буду. Из тех насужденных, кто сидит, я как бы знали меня, что я молчать не буду, скажу, как есть. Их же тоже можно разобраться для значимых. Они ко мне приходят за побором после отбоя, помощник прокурора Лямцева, Сарсенбаев, Ануар Эликович, и говорит, ну, Саша, можно с вами поговорить? Я говорю, конечно, можно. Я выхожу, заводит меня в административный кабинет, там сидит Лямцев в очках, там помощник его, и вот этот самый, вот этот Ануар Эликович. И мне такой вопрос. А ты что-нибудь слышал? Я говорю, нашу деда, говорю, убили. Ну, вы бы видели их не реакцию, у него с очки у всех там расширились. О, очка, река, чуть очки эти не выпали. А с чего бы ты, я говорю, взял? Я говорю, а сколько его можно было, говорю, здесь бить? Я говорю, а что? Лямцева мне задает прямой вопрос. А что? Говорит, ну, бьют в зоне? Я говорю, конечно, бьют. Я говорю, сколько аюня, ну, идем. Я говорю, жалобу, кому писал. А ко мне было применено спецсредство. В июне месяце, 20-го числа, наверное, у меня там написано все, электрошокер. Я писал жалобу по этому факту. Писал жалобу по факту того, что просто осуждены в приводворении, в ШИЗО, ПКТИ, издевались, избивали их, электрошокер применяли, там просто людьми издевались. Я это все изложил. Описал жалобу по питанию, там были тоже. Планю два раза в неделю мне предоставляли один раз, короче, мыли. Я всю эту жалобу изложил, через адвоката я ее отправил. Ко мне пришел официальный ответ, от Лямцева, то, что он мою жалобу направил в управление Сазалакову, начальника. Ну, все, я тоже жду ответ, наверное, думаю, сейчас придет ко мне. Как всегда, все хорошо, описались, а тут труп месяца не прошло после жалобы моей. Понимаете, что? И тут открытый факт того, что Лямцев просто бездействовал. Даже по моей жалобе, я ему там указывал все эти нюансы, что электрошокер применяли, что где-то масса ульяных. Санчасть, которая пришла, вот меня, когда электрошокер ко мне применили, я протестом вскрыл все руку вены, пришла санчасть меня перевязывать. Я ей сразу показывал живот, говорим, вот смотрите, вот эти следы от электрошокера, я говорю, вы лучше их оформите, короче, ну, официально, либо я, когда он приедет, адвокаты будут у вас проблемы. Ну, оперативники пришли, вот в санчастье, сказали, что не надо, все, договорились, все хорошо. Понимаете? Они там, санчасть это оторвало. А когда приезжала, сейчас прокуратура приезжала, после убийства, в общем, вы меня слышите? Да-да. А убили еще раз его в июне или в июле? В июле. В июле. Если я не ошибаюсь, в июле. Да, потому что вы говорите, что в июне вас били электрошокером, а месяц спустя... В июне, да. В июне я жалобу писал, в июне, в 20-х числах. А вот этого фамилии, имя, отчество убитого, заключенного, как, еще раз? Вот убитого я не помню. Мне надо, мне нужно вспомнить. Это Евгений Петраченко? Евгений Петраченко. Вот, да, Петраченко, да, все, да-да-да, Петраченко. Фамилию, имя не знаю точно, а фамилию точно Петраченко, да. Когда приехала после убийства, это вот я не помню, это начало недели было убийство, либо выходы, либо начало недели, и в пятницу приехала комиссия, приехала Москва, какой-то безопасник, с Москвой, майор. Я, кстати, пошел к нему на приеме, ему все рассказалось, что происходит в этом учреждении, начиная с приемки, этапа заканчивая всеми происходящими событиями. Я там часто с ним разговаривал, вот, а когда уже приехала, собиралась ехать прокуратура, генеральная, с Москвы, начальник вообще, вот этого прокурора по надзору, главный прокурор по надзору России, они что сделали? Они мне 5-го числа, августа, подмотали на этот этап, увезли на ИК-2, якобы в связи на анализы по туберкулезу, понимаете? Вот. Оттуда меня повезли, я там почти 2 недели пробыл, повезли меня в СИЗО, в Брянске. Я говорю, зачем вы меня сюда привезли, на обходе начальнику? Он говорит, транзитом ездишь, ну там управление меня просто спрятало. Например, я до этого генерального прокурора, потому что если бы я с тобой заговаривал, там просто, ну я не знаю, там управление сам было заинтересованным, просто прямой этап, всегда я сколько ездил, прямой этап, прямо с этой ИК-2, на поезде, на Клинцов, все. Ну, это не шучу, я там побыл 2 недели, потому что более 2 недели, они транзитчика не имеют права держать осужденного, они меня отвозят на другую тюрьму, когда я проезжаю мимо Клинцов, меня увозят на Лазымков, я там 2 недели сижу, и они меня привозят в среду уже, мне в пятницу освобождаться, они меня в среду привозят и убирают в другую сторону с ЕПКТ. То есть с ЕПКТ мы вот эти все моменты как бы раскачивали. Там свидетель проходит, Яковлев, Якушев или Яковлев, я сегодня фамилию говорил, он непосредственно пришел на прием прокуратуры, написал заявление, что он является свидетелем, не слышал, что это было убийство, скрыл себе руку прямо при прокуроре и поставил подпись кровью. Вот, он выезжал, он там вставлял себе в живот и самую проволоку. Его вывозили на вольную больницу, там тоже он говорил, что там беспредел этих Клинцов, мы боялись, что их там, во-первых, вообще спишут на какой-нибудь суицид, понимаете, мы это не знали, события разворачиваются, потому что ни телефона у нас не было ничего. А это, значит, Яковлев или Якушев, как его зовут, не знаете? У Виктории, я извиняюсь, Виктория и говорил. Якушев или Яковлев, вроде бы Яковлев, Роман, там у него тоже адвокат, как бы, сегодня буквально был адвокат его, у него, как бы, там тоже мать, мама, он с Москвой, мама очень серьезно настроена, тоже, как бы, звонят, как его, но тоже там они не оставляют все, там, естественно, комитет приезжает, они там, что-то мутить пытаются, там, мне тоже приносили, там, бумаги, на подпись, потом просто не приносили, сказал то, что им не надо было, понимаете, вот такие дела. Александр, а еще раз, а вы слышали, значит, как несколько разных сотрудников избивали Петраченкова, правильно я понимаю? Я, вот, пару смен, да, вот я думаю, с 15-го по 20-е избивали этого Петраченку, но его назад в камеру забросили, а уже с 22-го, да, я этот момент сейчас пропустил, 22-го на 23-е, нет, 21-го вроде бы на 22-е, его избили, вот еще из камеры избили, подняли по лестнице, то есть, когда его вели, были слышны удары, но она, понимаете, по корпусу, помещение большое, и оно слышно, как бы, эхо, вот это, по корпусу, что-то, и он, крики, просто, когда человек просто кричит, это одно, а когда он от физической боли кричит, это другое, его поместили в сборку, а на, как бы, на лесничной площадке, двери, наверх посадили, он там, короче, там тоже покричал, там тоже, избивали, где-то уже не слышно, как бы, повыше, но он кричал, на следующий день, он целый день, там, прохричал, периодически, понимаете, она музыка играет, но все равно слышно, как бы, там, в перерывах, вот этой музыки, то есть они, то есть они, то есть они, то есть, фактически, правильно, я понимаю, что, они музыку включали, даже ночью, когда они его избивали? Нет, музыку они ночью не включали, это я уже на следующий день, что, вот, когда, вот это он покричал, да, кричал, А какую музыку включают они, если не секрет? Музыку? Угу. А там психологическое давление, они включают сказки, вот эти книжки. Радио включают в день по часу, радиоманьяк, там новости каждые полчаса одно и то же. Угу. И сказки включают. ПВР включают, сестра работает, музыка одна и та же, каждый день песен может около десяти, потом включаются правила внутреннего распорядка, она говорит мужчина, потом то же самое говорит женщина, потом начинаются книжки не пойму, ну бред, там шестра прения. А когда я изначально приехал туда, там играла сказка Чичиков «Мертвые души», каждый день, вот я с больницы когда приехал, и ребята говорят, что это уже почти год, я не знаю, если бы они остановили где-то на каком-то эпизоде этой сказки, я бы мог даже продолжить рассказывать ее дальше. Александр, извините, я прерву, я просто хотел уточнить еще раз, значит, его сажали, он в какой-то из камер сидел вот это вот, как это, ЕПКТ? Я вам сейчас скажу, его, короче, когда избили, его подняли в рабочую камеру номером, я точно не знаю, но на верхнем этаже, на лисичной площадке эта камера, она раньше называлась рабочей камерой, сейчас ей присвоили какой-то номер, но я точно не помню номер какой камеры. А вы содержались в это время, значит, в камере номер 30? Да, в камере номер 30 ПКТ, да, у меня тоже там камера была вип-ложа, она была среди подсобных помещений, вот в конце, если не знаешь, что там камера, там и не найдешь, что там камера, там забани, как бы вот так, но сейчас я когда был, когда вот приезжал, там они листок приклеили, номер 30 ПКТ как камера, это как бы, по крайней тем, кто надо им. Понятно. А теперь самое интересное. А единственное сейчас, Александр, я просто уточнить хотел, а какой был социальный статус у убитого Петраченкова? Обижен. А из-за чего, можете сказать? Из-за чего, ну, он был алкоголик, вот так, и он неопрятный образ жизни вел, но это мое предположение. Там, ну, Кавин, давайте прямо говоря, как бы, просто слово двое не могу подобрать, петрастий за ним не было. Просто какие-то вот такие моменты, это не чисто помню, но я понимаю, он, скорее всего, зафоршмачился где-то. Ну, там он старый алкоголь, понимаете? Угу. Алло. Да-да-да. Да. И самое интересное, теперь я вам сейчас расскажу, я сегодня встречался с человеком, который был гневальный там, то есть раздавал пищу, то есть тачку привозили с зоны до ШИЗО, а он уже забирал и все это раздавал. Ну, он там гневальный был, так примерно говоря. Гневальный ЕПКТ, да? Да, гневальный ЕПКТ. Да, гневальное помещение ШИЗО, ЕПКТ, да, вот этот, это Орешко, вот этот парень. Я вам сейчас объясняю, в офисе, если я сам был удивлен, когда его избили, вот этот день, когда он кричал, да, Угу. Сотрудник, который принимал смену, я попозже узнаю, нам, мы сейчас с вами договоримся, попросил, видите, сходились, посмотреть, как он там, вот этого осужденного попросил, который смену принимал. Он, видно, что поднимаясь, он привязан к столу, короче, стол железный, привязан к столу, у него во рту кляп и замотан скотч. В общем, кляп, он, короче, этот сам, он, кляп этот, лично сам в руках держал. Он, видимо, хотел даже сфотографировать, мне нечего сфотографировать было. Он лично его сад видел, привязан к столу. То есть он не один это делал, он не мог это сделать один, маршалка. Он это делал, он мне сказал, с Архидским. Да, Архидский, младший инспектор Архидский, вместе с ним. Я хочу с ним, я с ним поговорил сегодня, так, на каратке. Он говорит, что, я говорю, ты будешь озвучивать вот это, вообще, все моменты, что там видел. Вот он является самым главным очевидцем, вообще, всего происходящего. Если я слышу это, да, и понимаю там что-то, то он это практически видел. И практически это, да, практически видел это все. Я, как бы, хочу с ним завтра встретиться, и с ним поговорю, чтобы он дал показания по видеозаписи. Дело в том, что я не смогу, вы меня слышите? Да, да, конечно, слушаю. Еще такой момент, что я не смогу уехать с города, потому что у меня заново административное надзор, они установили. Мне запрещено покидать там жилое помещение. Но если мы запишем с вами, например, по скайпу или по ватсапу видеоинтервью, то это мы можем опубликовать, отправить в Следственный комитет в генпрокуратуру, и они, конечно, к вам приедут. Да, вообще, не вопрос. Мы можем сесть вместе с этими рядом, и все это... Вот это очень важно. Вот если бы вы могли с ним вместе созвониться со мной, это было бы важно. Вообще, не вопрос. А в какое время вам удобно завтра с ним увидеться? Давайте так, я сегодня... Это вот ваш номер, на который я смогу в какое-то время написать что-то. Да, да, да. Все, давайте. Я как бы сегодня еще попытаюсь с ним уже связаться. Он тоже освободился буквально 17 августа. Я с ним попытаюсь сейчас связаться. Потому что вот завтра в вечернее время я могу, например, вот как сейчас там в 8-9 по Москве, до этого я как раз буду ездить там по своим делам. Я его попытаюсь завтра притянуть. Я вам днем дам знать. Я его попытаюсь притянуть к себе. Забрать, я же заберу. Ребята, сядем вот так. У меня ногов нет. В общем, все, что нам нужно, и будем разговаривать. Да, это, конечно, было бы бесценно. Это было бы бесценно. Вот то, что его информация сегодня он мне предоставил, это бесценно. Только, как вы мне сказали, там какая-то защита будет у него. Да, конечно, безусловно, безусловно. Да. Потому что сейчас будут пытаться оказывать давление через оперативный руководитель. Да, да, да. Он не мог. Он понимаете, в таком положении он привязан был. Он не мог. Там клемп на рту был у него. Незамотно скотчем был. Там человека убили. Не дай бог в этой смерти, конечно, никому. От потери воздуха. Это мрази конченные. Просто по-другому этого не бывает. Похарактеризовательно взять эти действия. Я сейчас сам буду готовить писк. У меня юристом в Москве работает. Он уже информацию сбросил. Он тоже должен это все проводить. Потому что там не была уголовная ответственность касаемо туберкулеза. Да, да, да. Сто процентов. Они меня у меня отправляли. Как они могли подписать мое постановление, они мне должны просто болеть. А вот этого Невального зовут Орешко Виктор, правильно? Орешко Виктор. Нет. Орешко Евгений. Орешко Евгений. Орешко Евгений. Да, он там числился мне, как я понимаю, вообще по БМ. По безопасному месту. Да. Ну, он раздавал еду как бы там в Сочи, среди чужих. Понимаете? Вот так. Я сегодня вот мне рассказывать. Я, наверное, отзываюсь. Честно говоря, я вообще, когда вот эти все моменты происходили. Мы купили за 5 тысяч в Москве на красных воротах скрытую маленькую видеокамеру. И просто не хватило времени мне все обговорить. Это я был на больнице. Меня увезли просто. Эта камера осталась. Я хотел через него ее установить в помещениях ШИЗО, ЕПГД, ЕПГД. Но вот так не успели. Угу. Ой-ой-ой-ой. Да, вот такие дела. А вот этот маршалка, он кого-то еще бил, кроме этого Петраченко? Маршалка? Угу. Ну, они там все били. Они там били все. Там били людей. Вот начиная, как спецназ вели. Вот этот. Он там год был, спецназ. Они били все. Маршалка – это конченная мразь. Лично моего знакомого вывел из кабинета в вечернем обыске. Завел в помещение и говорил, что они ваши спецназовцы. Ну, что ему дали в челюсть, он все равно не потерял. Он выключился. Вот это тоже горский парень. А как зовут этого человека? Фамилия его? Да, которого били. Били. Сейчас вам скажу, которого отдал. Сейчас вам скажу. Филиппов Артем. Вроде бы Владимирович. Филиппов Артем. Но я как бы с ним на связи один раз разговаривал. А он сейчас там еще, да? Как? Он тоже в колонии номер шесть сейчас? Нет, он уже на свободе. Ага. Он освободился. А как думаете, он будет готов про маршалка давать показания? Я думаю, да. Давайте тогда, может быть, вы тоже с ним заодно тоже поговорите, чтобы мы составили с вами целый список свидетелей. Да. Давайте, давайте я поговорю с ним. Угу. И поговорю с этим Орешкой. Завтра во второй половине дня, наверное, я вам пришлю сообщение. Да, давайте. Вы мне тогда пришли сообщение. Состоится наша с ним встреча на троих или нет? Ну, я думаю, что с Орешкой состоится. Если он там сейчас, сами понимаете, освободился. Он там сейчас, не знаю. Ну, я думаю, что состоится. Угу. Вот. И с Филипповым я поговорю вот с этим, которым... Да, он мне сам кричал, что сейчас в 3-2 вечера проверка будет. Сейчас с тобой поговорит маршалка этот. Ну, просто факта не было. Ну, он ничего не сделал. Больше кто слов, он как бы ничего не сделал. Они как бы со мной не связывались. Это вот Воронков, начальник ПГТ и ПГТ, от дурнопады власти свою взял этим электрошокером ударил. Но его начальник ругал за это потому, что у них проблемы начинались в связи с этим. Конечно, тоже, как-то, некоторые смотрят там, кого бить. А некоторые просто, ну, отсутствие... Отсутствие серого вещества в голове. Они не разбирают, кому надо, кого не надо. Вот так. Хорошо. Хорошо, Александр. Я все понял. Тогда буду ждать тогда звонка от вас завтра или сообщения. Да, 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 да. Да, Владимир. Я вам завтра позвоню. Спасибо. Хорошо, договорились. Да, да, да. А там уже, самое, по ходу дела состоимся. Проговорим. Хорошо. Все, Александр. Взаимно. Доброго вечера. Спокойной ночи. И тогда до завтра. Всего вам тоже. Берите себя. До свидания. Спасибо. До свидания. Запись завершена в 20 часов 24 минуты 19 сентября 2018 года. Взаимно. Редактор субтитров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Они сотрудники этого. Я могу прийти к себе на работу в любое время, когда я захочу. То есть они все были безрегистрированы? Они все были безрегистрированы. Да, такая ситуация. Один приходил, и в этом помещении камеры нет. Ну, потому что практика такая у них. Они в этом помещении всегда происходят такие мероприятия. У них в этом помещении, я не знаю почему, именно в одном помещении, где отсутствуют камеры из всей колонии, вот там в этом помещении нет. Ну, я думаю, вы обещать не нужно почему. Потому что там всегда происходят такие досмотры. как вот это сейчас становится уже известно, когда сейчас допрашивают других осужденных, которые пребывали ранние этапами, и подобной ситуации с ними происходило. Но заканчивались, слава богу, не так трагично для них. Вот поэтому сейчас Шевцову предъявлено обвинение по часть 4 статьи 111 по пункту АВ часть 3 статьи 286. А раз если он был не на рабочем месте, ну, не исполнительный, получается, как... Фактически он исполнял свои обязанности. Фактически он принимал сотрудников, то есть он исполнял свои обязанности. Мы в связи с этим вменяем... Ну и что? Он исполнял свои обязанности. Убийство, понимаете, убийство нужен умысел. Умысел на убийство человека, то есть мы вменяем ему причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерти. Она этого ничего выносила вообще в предыдущем. Нет, из-за чего? Просто из-за чего? Как он это поясняет? что он это никак не поясняет все первое по ситуации вижу так что как бы как остальные поясняют что наверное ну не наверное я так думаю что сарычу было тяжело выполнять команды которые они требовали чтобы осужденные делали ну там занятию позу там такую там же их ставили на корточки руки за спину там нельзя шевелиться ничего делать то есть там до этого их в такой же неестественной позе вели то есть им сказали например с автозака не спускаются говорят занять короче корпус вниз полностью опускаются руки вверх поднимаются там же еще вещи у них и они должны ходить в такой позе как-то держать нести но это все нарушение поэтому сейчас сегодня буквально возбудил я уголовное дело по халатности еще тоже но пока по факту то есть в отношении кого еще я не знаю кому определять умение по статье одному двум-трем не знающим каната еще только расследование началось как первоначальный этап поэтому выводы еще делать рано но тем не менее как вот сейчас халатность возбуждена что-то подъем на обвинение по 26 и 114 думаю что кому-то еще вот реально обвинение по 26 но пока как бы тоже конкретику никакую не могу сказать достаточно оснований второго сотрудника но пока смотрите у нас получается 4 осужденных 4 человека нет видео камень давайте ну как бы объективно я вам говорю что как бы сейчас он начнет давать до все регистраторы изъяты все которые вообще то есть и там были у другой смены были регистраторы которые они сдали эти все регистраторы изъяты изъяты жесткие диски с камеры видеонаблюдения например есть запись камер до которые они там 15 меньше которые мишли от автомобиля до этого коридора до лицом вниз вот как они следовали там их там толкали пихали то есть поэтому факту тоже буду наценка конечно не должны были общей пробки да 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 кто-то толкал пихо лда и за это будет мы пока я еще оценку этому факту не давали конечно мы по этим фактам по всем но есть же видеокамера конечно нет мы пока они в отношении кого не избирали мероприятия можем избрать отношении когда настоящий момент еще нет заключение экспертизы по этим видеозаписи когда эксперт так быстро происходит не в одночасье так вот шелк ты все сколько да нет я думаю меньше конечно я думаю что в следующем году я думаю да я не могу сейчас опять что-то скажу вам получится что там что-то экспертизы дольше прошла какие-то еще сейчас очные ставки между всеми проводить потому что шестов я его вчера предъявлял обвинение он говорит что буду давать показания однозначно но я не я его убил там били другие как бы он будет давать на них показания они я думаю останутся на своих показаниях между всеми ними нужно проводить очные ставки как настоящий момент у нас есть как бы однозначно одно лицо которое причастны совершение этого преступления это шевцов которым предъявлен уже винили по новым статьям а все особо тяжкие осужденные двоих перевели все перевели всех перевели и шевцов переведет переведут еще но шевцов вчера ему был в новозыпке у него этап сегодня сегодня ночью на завтра но поэтому ситуация как-то таким вот образом и купчик александр александр за но это осужденный он сейчас не в шизу находится не все за его перевели и купчика дмитриева и ладудька вот они в четвером приехали этапом и сезон 2 и кашли на пока следствия не завершено это то есть дальше уже будем смотреть когда то может какие-то другие места и к распределяющих они показали не изменились на и начнут дать показали подвигающих дает показания и купчик дмитриев дает показания его допрашивал он говорит что я ничего не видел ничего не слышал ну возможно он там давал такие показания еще брянск к нему не ходил что я тут приехал с командировкой первый день еще к нему по физическому попасть ну а к нему я знаю мне звонили уже кто-то из родственников ходил но если так как бы это очень хорошо потому что он то же самое сказал я расскажу все как было и говорит что я ничего не видно ничего не слышно никто пальцем не трогал то есть кроме меня его еще запрашивала прокуратура приезжала из брянска всех когда они были там когда они были люди просто боялись возможно вполне возможно стали они не стали то есть заняли положение сидя на корточках да там как руки там кто как объясняет то есть вот и кучу тот же самый пояснял что я вообще не понимаю то есть ко мне говорят что делать как-то не так делал руки сразу как получаю да то есть им говорю какой они сами знают какие как в каких то есть сотрудники понимают каким положением должны быть а люди первый раз пришли откуда не знают что как руки там из-за этого как бы кучу поясняют получал удар неправильно руки были нет они поясняют что руки-ноги ну я так понимаю такая что сплошь только кто сарыча носил ударовую например осуждены никто не видел то есть по экспертизе я разберу с медэкспертом так как пока тоже непонятно по морфологии но точно как бы имени одного удара там просто учитывая что как бы вот в этом положении получается когда они сидят и руки поднимают них ребра тоже приподнимаются и оголяются внутренние органы то есть получается как раз таки селезенка вот этот ударом в селезенку разрыв селезенки внутреннее кровотечение как бы скорее всего это будет причина на смерть но опять же это все предварительно пока нету ничего вообще это нужно смотреть что будет а и потом уже как-то уже окончательно оценку понимать кто что сколько ударов там будет конечно гора ударов то понятно ну поэтому я это все нужно понимаете нас там с вами не было мы это сами не видели правильно как она произошла мы будем объективно смотреть по видеозаписи пока они шли вот это вот падение что как опять от этого то есть они вот в этом положении находятся да получается как поговорят сотрудники они поняли что когда он стал задыхаться упал они вызвали медика медика смотрел сказал нужно реализировать вызываю скоро скоро отместит как вызвал получает 2028 до приезжать получает получает возраста они только приехали в адресу да 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 2028 это час ехал больше часа нет они же больницы приехали они же пока приехали в к 6 там его смотрели подали первую помощь приняли решение они по моему в 20 до плюс автомобиль пока их погрузили привезли где-то 40 на видеокамере они приезжают в самом начало медицинской эвакуации прибытия на место пишут 20-40 20-40 20-20 и они его осматривали проводили мероприятие 25 они начали медицинскую эвакуацию вызов поступил 20-20 непонятно училась еще раз по времени нет прибыли не 20-40 20-40 прибыли если 19-20 я это где проскочек говорю я проскочек говорю поиск приезжает 19-20 по видео 19-40 автозак заезжает на территорию кашель с этого времени начинается передвижение до вот этого коридора то есть они дошли они по одному один прошел потом следующий проходит по третий проходит потом четвертый проходит потом сотрудники доходит туда и вот это вот происходит а он каким бы он был получать с третьим он был получать 3 ближе к выходу первые туда дальше был дмитриев самый первый прошел, второй прошел Ладутика, то есть они в таком порядке сидели. То есть Дмитриев сидит, потом сидит Ладутика, потом Сарыча, потом Дикулычка. То есть помещение не освещено, то есть без света. Некоторые объясняют, что музыка какая-то играла, поэтому... И как эту музыку происходило изменение? Да. В 19-40 они заехали, в 20-28... Вызвали уже скоро, да. В 20... В 20-45. В 20-45, а, плюс 20... 20 минут. 20 минут, да. 20 минут, и... В 40 минут они его осматривают, принимают решение, что это диспатализация, и в 21-25 они уезжают. К тем учетом, что все было в крови, они принимают решение в 40 минут, что переделают? Нет, там в крови ничего не было. Как не было? А деду изъяли или что? Одежду изъяли? Для проведения экспертизы, это не значит, что у меня в крови было. В крови... Друге его обили, что в крови? Ну не знаю, пока я еще не могу сказать. Что из арта крови пришел? Никто этого не пояснял пока, я не могу так сказать. Пока одежды экспертизы не было, вот, найдут они кровь, не найдут они кровь, я не могу сказать такого. по одежде по всем по импо у них брали смывы будем смотреть у кого что на руках осталось то есть ботинки по трассологии по волокнам от одежды царыча у кого будут какие на обуви что поэтому это как бы комплекс комплекс следственный здесь экспертиз нужно провести я могу сейчас наговорить но все а потом окажется что по экспертизам счета не будет того что не будет мне скажешь ты же говорил что так было я не поэтому не могу свернуть сказать на 100 процентов что есть то-то то-то тот пока не будет у меня заключение как основатель экспертиза вам покажу скажу вот смотрите видите вот 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 его а сейчас я говорю объективно то что как бы сейчас есть на эту маме получается скоро его забирают отвозят больницу в больнице в 22-30 констатировать нет это вот если по аналоге событий тяжелым поясняют они у нас так сказать что то есть как бы что случилось как бы нужно учитывать что его когда спу его везли скорость но присутствовал сотрудник он сказал что избили как поясняют врачи скорой помощи но кто что и конфетики никакой они там все трезвые были кстати да кстати да вот они убирали там анализы анализы начал домой я не знаю что он там занимался под медикой было это или нет нет а почему было бы не было бы нет 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 а кому этот вопрос не задать ну теперь уже по-другому Да, они выезжали. Я в Толинское число. Привязывайте, пожалуйста, вот приезжают автозаки, а у кого находятся решения? Делам, получается, передаются, ну, караул, то есть их с автозаком ведет караул и сопровождает. А ИГБЛ передают документы тех, кто их встречает. Те, кто их встречает, передают дежурную помощь начальнику колонии. Он туда приходит и проверяет, как бы сверху проводит. То есть называют по личному делу фамилию, имя, отчество, должен представиться, называть срок, начало срока, конец срок, статью, которая отсутствует. После этого ему должны сказать, проходи дальше. Дальше там его должны обыскивать, переодевать и направлять в карантин. Как будет такая процедура. То есть они не знали, кто к ним ведет? Нет. Ну, как бы, как, то есть, если вы имеете в виду по поводу информации, вот эта вот, которая появилась там на ГУЛАГУ, нет, да? Что там якобы, что кто-то был. Как бы, эти вопросы задавались с сотрудниками, то есть, как бы, которые там именно присутствовали. Они говорят, что нет, там у меня ни братьев, нет дачных участков ни у кого нет, там никто не проигрывал. Ну, и учитывая, как бы, это согласуется с тем, что он же не один туда ехал по этой статье, да? Там, например, также находился и Дмитриев, да? И которого никакого там ни царапинки, ничего нет. Это, как бы, на самом деле, это маловероятно, что именно в этом была такая-то причина. Потому что то же самое, и Купчик. Ну, а то, что он был болен. Они тоже об этом... То, что информация там указана уличный вред. Ну, как правило, они небольшое понимание. Ну, это вопрос уже, как бы, да, что они там совсем черты что творят. Я понимаю, как бы, учитывая, что год назад аналогичная ситуация была, и, как бы, люди, вообще, ну, учитывая, что эти же сотрудники отдела безопасности, вот, был осужден тоже сотрудник отдела безопасности. Как говорится, он даже, жизнь не учит ничего. Просто, когда это все происходило, то, скорее всего, это все писалось. И как, вот, допустим, экспертиза, да? Если писалось, то... Это писалось однозначно. Ну, они же не думали. Ну, они же не думали, что все это, как это... Ну, зачем писать, а то, как они, откуда? Ну, они же должны время включать. За что? За что они работают? За это никто, тем не менее, те же время должна быть обоснованной. Не, ну, а как он, кто был, майор, да? Да. Тридцать, пять, четыре года, майор. Да. Ну, у них же там по-другому, он уже пенсионер, все, он уже на пенсии. Он не только в каком-то там своем начале карьеры. Он уже на пенсии, все, он может уволиться, он будет получать пенсию. У них же там засчитывается, во-первых, год за полтора идет. А во-вторых, после окончания вуза эти годы идут за счет. Потом тридцать четыре года, он уже пенсионер. Ну, не нравится это делать, поэтому он не остался. Ну, да, они там просто, как бы, уже... Обезумевшие, как бы, не понимают вообще, как бы... Ну, как бы, они короли там, они как хозяева, они там чувствуют себя, что их там все боятся, они там всех могут надумать. А зачем видеорегистратор, наоборот, скажем, всего их там не было? Нет, понимаете, понимаете, что это дело, Иванов, Иванов Дмитрий, да? Или как-то там, замначальника там, почему-то там, какой-то блог, мужчина темный. Не знаю. Он нам пояснил, что... Ну, чтобы вы понимали... Это не оздоровительное лагерь, куда он прибыл. Да, я задала вопрос, а вы вообще-то понимаете, что на полу трактной боли вы его убили? А он мне пояснил, но вы же понимаете, что это не оздоровительное лагерь? Ну, видите, вот как бы, про чем-то... Ну, то есть, то есть, я все-таки склонна... Что их поощряют за это, что они делают? Да, да, что поощрение однозначно за это и есть. Нет, поощрение... И свои действия, я думаю, что они будут записывать. Потому что, а для чего тогда им нужны вообще регистраторы? Они это и пишут, они этим занимаются. Гритраторы нужны совершенно по-другому. Они всегда нужны выглядели, чтобы в отношении них какие-то проводятся. Ну, когда осужденные там себя ведут... Ну, вот именно, в качестве доказательства. В качестве доказательства того, что... Значит, значит, регистраторы... А где вероятность того, что сейчас, что в этот момент кто-то бы из осужденных не начал бы себя плохо вести? Ну, вероятность такая, что их было, во-первых, преимущество по количеству людей. И у нас осужденные, как правило, там, не ведут себя там сразу же дерзко. В любом случае, смотрите, в любом случае, давайте, что дискутировать. Мы изъяли все эти регистраторы, по ним будем мы проводить экспертизу с восстановлением всех файлов удаленно. А вы точно их регистраторы изъяли? Мы изъяли все регистраторы. Вообще все, по колонии? Да, конечно. Вот эти регистраторы, которые... Нет, зачем по колонии? У нас есть смена, которая... Ну, вот, например, смена заступает. Это был выходной день. Их там большое количество заступает. То есть, там, изъят всего 10 регистраторов. Эти 10 регистраторов, то есть... Ну, да, получается, вся дежурная смена была 10 регистраторов. И все эти 10 регистраторов они сдали. То есть, они помечают, что такой-то сдал, такой-то, номер один. То есть, ему, например, Шевцов выдавался номер один, там, другому Добросерд номер два. То есть, потом книги сдачи, они пишут, там, в 7 часов смена закончилась. Шевцов сдал регистратор номер один, Добросерд сдал регистратор номер два. Дальше в 7.30 заступает новая смена, ну, в 7 часов заступает новая смена. И новому сотруднику выдается регистратор номер один, другому регистратор номер два. Вот эти все 10 регистраторов были изъяты. Ну, если там будут говорить, что это... Я там не... Там, я не знаю. Ну, просто их подменили. Эти регистраторы. Ну, из чего вы, как вы определите, что это был именно их регистратор, что эти регистраторы изъяты именно их регистраторы, что вы именно те регистраторы являли? Согласно журналу, который вы забрали там, на то, что у них было время подготовиться, они 40 минут принимали, принимали, они 40 минут принимали решение, дистанализировать моего брата в таком состоянии, в больнице или нет. Как вы думаете, что можно сделать? Планировать. Планировать. Что такое делаете? Они планировали, что они планировали, что они получают, что они получают. Да, кого сделать крайне. Ну, когда же кто в сайте говорит на суде, что, как вы думаете, могли ли мои подчиненные оттаскивать меня, того, кто выше звания, они мои подчиненные? Могли ли они оттаскивать своего начальника? Как это, как эти слова вообще в это дело выбрали? Вы хотите что, чтобы закрыли всех? Ну, просто так, чтобы все, кто там присутствовал, все сели в тюрьму. Кто причастен к избиению? Ну, так давайте тогда устанавливать, кто причастен к избиению. Пока, как бы, по делу, если действительно по экспертизе будет один удар, как бы, но если я же не эксперт, если экспертиза такая будет, что я могу сделать? Как один, если ноги уже покалечены? Я не видел экспертизу, я не видел фотографии, я там не был. На кулаге я не видела фотографии, у меня есть текст. Одного удара, на секунду. Очень интересный удар, куда они вообще появились. Все как по одним ударам. Конкретно били ногами, не руками, а ногами. Чем как домик его с домом начали? Когда мясо досталось, мясо даже корки не затянуло. Одним ударом это все? Нет, тут вопрос по срокам. Как они были одномоментно, почему? Может, до этого... Я бы просто... Не корки не затянули. Он в этот же день ехал. Может, в СИЗО тоже какие-то действия оказывались. Понимаете? Ну, оттуда надо было камеры какие-то. Да, чего? Давайте экспертиза посмотрим. Еще месяц подождем, чтобы они общались. Через сколько они удаляются? Автоматически. Ну, автоматически они должны хранить, там, на 2 месяца. Экспертиза? Сколько около месяца? Да, идти? Чуть больше. К тому моменту, когда будет экспертиза, не будет этих видеозаписей. Да, там будет экспертиза, там, экспорта. Ну, мы можем написать заявление, там, о том, что... Ну, конечно, надо говорить, пишите. Мы просим изъять, там, видеозаписи из Новожидкого СИЗО. Нам пиши. А в машине, когда они едут, нет записи? Они не снимают? Регистраторов нет у тех людей, которые увоевывают? Ну, нет? Перевозят. Ну, вот это допрос. Лабус, сотрудник, объяснил, что регистраторов не было. А почему не было? Должны ли они быть? Почему у него не было регистратора? Выключил, не надел. Батарейка села. Они же делают, что я ж не могу контролировать их деньги. Ну, а халатность в отношении этих сотрудников с хочу возбудить? Возможности? А он двое. А халатность предусматривает уголовную ответственность только в отношении должностного листа. А конвайлеры тоже должны ли? Нет. А кто должен служить? Сотрудника, занимающего вышестоящего должностного. Ну, давайте возбуждать халатность. Нарушение же было. Зафиксировано по показаниям. Правильно? Пытаемся разобраться, но потом уже будем возбуждать. Ну, так, вот, мы могли уже пристать только. Ну, ничего не возбуждать. Я понимаю, а сердце, конечно, хочу. Он один, у него один уровень ответственности. Ему дадут восемь лет, десять лет, и все, и свободен. Но через два года вышло, и снова должность занимается. Снова тем не занимается. Руководство тоже самое на месте остается. Они же не будут сами по своему желанию так действовать. Они действуют по руководству, ну, точнее, ну, да, по руководству, как это, им сказали, они делают, они исполнители. Он-то тот начальник, он сидит, он распоряжение до сих пор выдает. Наказывать больных и беспомощных людей. А чё б не пересадить тогда всех? Над вами есть тоже руководство, которое вам распоряжение дает? Как себя нужно вести и что нужно делать? Слово. 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 Продолжение следует... 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 Да. С 9 на 10. Находясь уже в Москве. А от кого вы получили такую информацию? Я получил эту информацию уже непосредственно от службы моего руководителя, полномочного по правам человека Российской Федерации. И еще вот такой вопрос. То есть у Романа было тяжелое заболевание, цароспечень четвертой степени. Классификация СМ. И с таким диагнозом суд определил ему меру наказания и решения свободы. С этим как быть? Ведь это заболевание уходит в перечень тех заболеваний, с которыми нельзя... Тяжелое заболевание. Да. А фактически суд рассматривал медицинские показания, которые там уносил, привел? Да, рассматривал. Экспертизу не назначили. Бывали, да? Не назначили. Не назначили, просто... Экспертизу вы взяли после того, чтобы вы в школу. Илья Ивановна, давайте так. Вы вот по всем вот этим вот аспектам, которые на сегодняшний день не были учтены судом, вот при принятии решения вынесения приговора, все, что считаете необходимым заявить, напишите, пожалуйста, на мое время сейчас заявление. Я благочек вам, вот, мои помощники предоставил. Если у вас есть свидетельствующие документы... Есть. Вот, ну, скажем, вот то, о чем вы говорите, заболевание, которое было у... Выписка из истории болезни, да? Значит, пожалуйста, вот эти вот выписки, копию документов, в том числе приложите к заявлению. Илья Ивановна, пожалуйста, сегодня можете оставить, или завтра... Нет, я просто... Сейчас, у нас все с собой есть, конечно. Значит, давайте так. Вот мой помощник, вот, юрист, Александр Владимирович, он будет заниматься этим направлением, и все, что считаете нужным, он вам даст свой контактный телефон для дальнейшей нашей формы взаимодействия с тем, чтобы мы, если у вас появятся какие-то иные вопросы, думы... Значит, давайте так. Посоветовать могу на сегодняшний день одно. Но все, что считаете важным, напишите в заявлении. Да, мои уважения. А также учитывать то, что сейчас под следствием один, вот, Шевцов. Ну, да, то есть мера пресечения вызвана. Вы в этом заявлении пишите. Что хотим, что считаем, ненормально, да? Все пишем вам, а вы уже раскрываете. Да, все, и этот вопрос мы однозначно будем рассматривать с участием всех, кто должен отвечать за последствия вот этого происшествия. Нужно сообщить, напишите в заявление. Вот эти вот нестыковки, вот это вот перекидывание вопросов ответственности один на другую. Ну, и самое вы заявление можете отразить. Сейчас еще по поводу... Ну, вчера были у следователя. Он нам пояснил, что 40 минут сотрудники скорой помощи принимали решение госпитализировать брата или нет, когда он уже, в принципе, в бессознательном состоянии находился. Уже находясь в колонии? Да. То есть в 19.40 они прибыли, в 20... 21.20, по-моему, у него в скорую помощь позвонили, или 21.20... Либо в 20.40... Сколько ехало? 25 минут. 25 минут? Да. А потом 40 минут принимали решение госпитализировать его или нет. Да. Пишите это все. Выключайте это все в заявление, потому что для нас важно, в том числе, вот эти вот все подробности. То, что... информацию, ту, которой вы обладаете, безусловно, она будет скрываться по угоду определенных слов. По поводу камеры этих регистраторов, опять же, вопрос возникает хороший. Говорят, что 4 сотрудника находилось в коридоре, коридор, да, в котором выстроились они, и в таком положении проходили осужденные от автозака до этого помещения. коридор был из 4 сотрудников, которые закончили смену и сдали регистратора. Какого, простите, черта, они вообще находились на приемке? на режимном объекте, да. Когда сдали смену, не имея, не обладая регистратором. Да, кто за это должен? Почему, почему изъяли только 10 регистраторов, а не все регистраторы, которые вообще там, в принципе, находятся, потому что у них было предостаточно времени. целая ночь. для того, чтобы уйти от ответственности. Поэтому вы, то, что касается информации и сомнений ваших, вы тоже самое об этом говорите в заявлении. Договорились? Да, прошу. То, что со своей, со своей позицией не сходите. Вам должны все конкретно те, кто ведет следствие, четко потом все разложить. Как это все будет? Да, только он не предпринимает никаких действий, этих осужденных троих перевели в СИЗО, он даже не был. Свидетели. Свидетелей, которые осуждены. Но он даже у них не был. За это время он даже там не был. Даже, даже то, вот то, что он не имел, начиная с следствия, не имел документов, паспорта и дела непосредственно. Вот, это говорит о том, что он практически, практически начал дело, не имел у себя документов официально. То есть паспорт должен был быть у него? У него должны быть все основополагающие, документы. Какое он следствие ведет, если у него на руках нет ни паспорта, нету на сегодняшний день дела. Он должен был с момента, с места происшествия, с места происшествия, где это произошло, исследовать это место. Сразу же всех тех, кто являлся свидетелями этого происшествия, допросить по горячим следам. Тех, кто ехал с ним вместе с Романом в автозаке, и тех, кто участвовал в этапировании. Один, один из осужденных был отправлен сразу же в ШИЗО. Он находился там некоторое время, и только потом его перевели уже сюда, в Рянск. То есть эту информацию нам передали в ШИЗО, в колонии в ШИЗО. Да. И сюда его перевели? Сразу после приемки он отправился в ШИЗО. А потом после ШИЗО мы перевели сюда один. То есть он уже побитый был. В кем в колонию? Не в колонию, в СИЗО. Или в СИЗО его опять перевели? Сейчас они все в СИЗО. Вы в милии знаете? Якубчик, да. А ты напишите в заявление, хорошо? Да, напишу. Хорошо. На что я у следователя спросила, что со свидетелем. Когда мы были в суде по мере пресечения, по избранию мера пресечения Шевцова, я ему задала вопрос, что с Якубчиком? Он пояснил, он спросил, откуда у меня информация про Якубчика вообще в принципе, потому что он-то мне ничего не говорил. Вот. И потом, спустя некоторое время он сказал, да, такой свидетель есть, все меры приняты для того, чтобы на него не оказывалось давление, хотя он находился в тот момент в ШИЗО. И он после происшествия еще, наверное, дня 4 провел. И как нам сейчас уже поясняет Благатырев, Роман Юрьевич, вот следователь, который из Брянска, да, что так же ему там причиняли телесные повреждения были нанесены. На лице, там все видно. По этому Якубчику, который был в ШИЗО. Да. А они вместе с Романом? Нет. Нет, подожди. Они просто... Они с Дмитрием. С новозыкового, да. 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 Ну что, давайте, давайте, как мы говорили с вами. Хорошо? Да. Все. Если потребуется, пожалуйста, есть наш телефон, есть дарный телефон, Александр Ильич. Давай. Хорошо. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Мы какие-то действия предпринимали вообще? Да, мы посещали, сделали запросы, принимаем все эти вопросы. Прокуратуру, следственные комитеты. Ну, а по поводу чего запросы? По поводу, чтобы получить информацию. По поводу, я просто не понимаю. Ну, у вас общественно-народная такси собрали? Да. Вот. То есть, ну, ранее тоже же были убийства. Какие действия предпринимали вообще? После смертей, чтобы не повторялось это? Мы общественная наблюдательная комиссия, общественная. То есть, мы посещали через день, смотрели, беседовали со судьбами. И все хорошо там было? Ну, были вопросы. Какие? Какие? Ну, были, говорите, вопросы. Я вам задаю вопрос. Какие были вопросы? Мы ходили в нарушении. И дальше. А вот, как бы, понимаете, обращались к СИН, обращались в прокуратуру. И по поводу, что было? Принято, что кого-то наказывали, сотрудников. Какие-то устраняли те недостатки, которые мы выявляли. Ну вот, была же статья, но просто, ну, было, наверное, время почитать теперь все это, ознакомиться, да, с тем, что проходило. Сейчас, минуту. Значит, новая газета, член президентского совета Елена Масюк рассказывала на тот момент о майоре Шепцове. Да? Читали вы статью? Читали? Ну вот, о его садизме. Да? Еще в то время. Да, еще до этого. До того, что произошло. Мы встречались с директором Федеральной службы исполнения наказаний, поэтому по той ситуации мы свое мнение высказывали, то есть, они принимали меры. Мы же как бы не можем их не наказывать. Мы можем обратиться в прокуратуру или туда в высшую садизме. Что бы как-то обращение было? Почему не было уволенников сотрудников? Или что, когда вы пришли к осуждению спросили у них, да, там, как обращаться с вами майора Шепцов, они сказали, все хорошо? А вы знаете, жалоб не было. Их можно понять, они же зависимы. Хотя беседовали мы в отсутствие представителей администрации. Жалобы и даже сейчас мы были вот. Хорошо, а что вы могли вообще предпринять какие-то меры по обеспечению безопасности вот этим людям, да, которые будут давать там показания? Ну, понятно, что они там будут находиться и они не будут ничего говорить. А потом, когда люди освободились уже, вы общались с ними? И что освободился все. И что тоже все хорошо? Да. Это же более того, родственник там находился. Я с ним беседовал. и он как бы особо так... Я думаю, у родственника же все хорошо было. Наверное, они знают, с точью родственниками. Да нет, да нет. Я не знаю. Я это не хочу. Ну, а вообще какие действия вы принимали для увольнения Шевцова? Была публикована информация, она общедоступная, то есть это газета. Что вот по факту? Вот, ну, хорошо, вот поступила информация, что вы с ним делали дальше? Пошли в корпоратуру, да? Говорите, вот в корпоратуру вы там делаете какие-то запросы, все остальное. Куда поехали? То есть, там, говорят, что все... Подождите, мы не можем по факту публика... По факту публикации есть официальные как бы органы, которые должны реагировать. Какие? Ну, какие? Вышестоящие органы, УФСИН, УФСИН, прокуратура, то есть те, которые могут принимать решения. Мы-то не можем никакие решения. Ну, а что вы делаете для того, чтобы эти решения принимались? Какие вот вы шаги... Нет, вот есть публикация, да? Вы ее прочитали. поехали туда, вам там сказали, что все хорошо. Да, довольствие. И дальше вы на этом успокаиваетесь? Мы не раз посещаем, поэтому как успокаиваются? Ну, она же тоже не из пустого места, именно с указанием фамилии появляется. Нет. Это нужно проверять, это нужно работать. Вы говорите, организации, да, этим должны заниматься прокуратурой, опсим-опсим. А вы для чего существуете? Мы. Для того, чтобы выявить и донести до... Может быть, тогда у вас плохо получается выявлять? Ну, и что с этим делать? Ваша работа неэффективна, по факту. Вы меня покритиковать или какие-то что-то конкретное? Нет, я просто, понимаете, столкнулась с такой ситуацией, убили моего брата, больного брата. Я согласен, я с вами вполне... Вы согласны, да? То есть до этого поступали жалобы именно конкретно на этого человека, который сейчас задержан, да, у него мера пресечения вот арест. Да? То есть... То есть если бы вы пресекли это, может быть, изначально, может быть, этого и не случилось. Потому что у него там какие-то кликухи его там и кровавый он, и каким он там только нет. То есть это же не просто не с пустого порожня вот это все появилось. То есть были уже звоночки. Почему бы не взять это? Я не знаю. Ну вот смотрите, Ирина Масюк, это члены СПЧ, да? Совета по правам человека при президенте. Правильно? Москвы? Вот. То есть этот человек публикует публикует статью. И то есть ну не обоснованно получается этот человек, который как руководство ваше, я так понимаю, вышестоящее, да? Ну, как бы нет у нас. Нет? Нет. Нет. То есть, ну ее слова, они пустые. То, что говорят в Москве, это пустота. То, что вы приехали по факту и посмотрели, что все хорошо, все улыбаются. Те люди даже, которые в ШИЗО сидят избитые. То есть, ну как бы нормально, у тебя все нормально, Все нормально, все, до свидания. Пошли там вот, да? Ну, то есть вы, я не знаю, приходите, видите, там человек в ШИЗО, он в любом там избит. Какие-то, какие вообще меры, вот кроме беседы, что вы можете сделать? Ничего? Ну, таких мер административных никаких не можно. ХДТ, если вы какие-то подать, там, чтобы, чтобы аспиристы не провели, чтобы на полиграф этого человека отправили, узнать правду, он говорит неправду, либо он запуган, так как он находится в этих стенах. А следительство можем попросить, чтобы провели и проводят в необходимых случаях? Когда были смерти? В 13-м и 18-м году. Какие именно меры вы принимали по этим смертям? Может, кто-то уволен, может, кто-то... Вот, какой результат вашей работы был по этим происшествиям? Наказаны были сотрудники, уволены, переведены кто-то в другое место. За убийство? Переводят, перевод. Принимались. И это нормально? Нет, если... Нет, подождите, давайте так. Кто за убийство, он конкретно арестован, и... Ну, а то, что сейчас ситуация как? Ранее кто проводили, они осуждены. А сейчас какая ситуация происходит? Избили моего брата, он об этом сказал в скорой, были последние его слова, что его избили. Сейчас задержан только Шевцов. Вы же следите за новостями, да? Ну, какие меры вы предпринимали по этому делу? Конечно, сказал, запросы на правильный. Куда? Следственный комитет. Когда? После посещения. Запросы о чем? О ситуации. Ну, а по факту, что именно по ситуации вас заинтересовало? По чем вы запросы? пока ждем, как бы, что они нам ответят. Хотя следственные нам не разрешают, мы не можем по закону в следственные действия вмешиваться. Нам не разрешили встретиться с осужденными, которые прибыли этапом. Почему? Свидетели, Почему? Потому что если мы можем беседовать с ними только по условиям содержания, но не по делу, а по делу смысла нет. Почему? Закон об общественном контроле. Понимаете? А для чего тогда вообще ваша организация? Чтобы условия просто? Нет, условия. Хорошо, условия. Но положи. Давайте это. Общественная наблюдательная комиссия по контролю за соблюдением прав человека это местах примудительного содержания. Именно конкретно условия содержания. Мы в следственный изолятор заходим. Если мы начинаем говорить или кто-то осужденный начинает говорить, или подозреваемый, обвиняемый начинает говорить, а по своему делу разговор прекращают какие-либо 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну, и в это же входит, получается, поведение сотрудников, которые обеспечивают содержание заключенных, правильно? В целом, да. Тут они заступили, вот они от автозака прошли до этого помещения и тепло приняли. Об этом вы можете поговорить? В целом, да. А по конкретному случаю мы уже не можем. Потому что сейчас идет расследование. Это расследуется как вмешательство в процессе. Субтитры создавал DimaTorzok Он был только начальник. Ну, и Любин дает показания, что Шепцов нанес только один удар. Он видел один удар. То есть, а как он его видел, если его не было? Любин, как бы, в беседе сказал, что его нет. Это было вечернее время. И он, как бы, ну, и не обязан. Понимаете, понимаете еще в чем дело? Мы в этот день подъехали к колонии. Мы нам сказали в Новозыпкове, что будет этапирование. Сегодня он будет этапирован к Ленце. Мы поехали в колонию. Мы приехали туда и нам сказали, начальник на территории исправительной колонии ожидайте. Мать хотела побеседовать с ним на тему того, что привезут туда больного сына. Мы просто его не дождались, но он был на территории в этот день. Именно в вечернее время? Да. Я так понимаю, убийство было, которое в том году, 2018-е. Он же был начальником. То есть, он как был начальником, так и остался. Он был заместителем начальника, да? И поднялся, получается. Сейчас он начальник. То есть, убийство произошло, что изменилось. Вы на это смотрите тоже. Что он сейчас начальник, хотя, когда он был заместителем начальника, и он тоже контролировал эту ситуацию, было допущено убийство осужденного, а потом его повысили. Как вы на это реагировали? Вы же комиссия наблюдательная. Вы же за себя наблюдаете. То есть, нормально, да? Мы кадры его отнесечные решаем. Нет, ну вы говорите, некоторые были переведены, некоторые уволены. А почему его обошло стороной? Он же был замначальником. Почему это его обошло тогда стороной? Потому что, как бы, что нужно наказать человека за конкретные действия. Если он, как бы, к этому никакого отношения не имеет на тот момент. Ну, то есть, вот этот беспредел, который творился, он творился не по указанию руководства, да, а от себя цена такая. Как нам пояснил, опять же таки, Льовин, к сожалению, вот работают такие сотрудники. То есть, ну, руководитель говорит, к сожалению, в моем подчинении работают такие сотрудники. Что это означает? Что вы плохой руководитель? То же самое было и там. То есть, плохое руководство, нужно что с ним делать? С ним нужно прощаться? Нет, вы знаете, как бы... И то есть, вы спокойно смотрите на эту ситуацию, то, что люди, при которых происходит убийство неоднократное, они работают, продолжают работать, продолжаются убийства, и все у всех хорошо. А вы смотрите на все и ничего не можете сделать, потому что в вашу компетенцию это не входит. Как так? По сути, да. То есть, до какого момента это все будет происходить, пока вашего родственника это не коснется? Как вы считаете, если бы, вот вы сказали, ваш родственник там отбывал наказание, если бы, не дай бог, вы бы получили такую весть, какие бы действия вы предпринимали, имея свои обязанности, да, и... Ну, в каком же плане там у вас есть возможность сделать что-то больше, чем, например, у меня? Вы бы предпринимали какие-то действия, или бы также сказали, а вот, ну, вот так? Нет, ну, и как? Те же самые действия. То есть, я могу влиять только обращениями вышестоящего органа. Хорошо, по факту Романа Сарычева, какие именно у вас были обращения, от какого числа? Не просто вот, а вы подали запрос в прокуратуру, а именно вот, что, какую работу вы проделали по этому убийству. Вот по пальцам, если пересчитать, что вы сделали? Я вообще не пойму, что вы от меня хотите? Я хочу от вас получить какую-то информацию. Вы общественная наблюдательная комиссия. Что вы, зачем вы наблюдали, что вы сделали? По факту произошедшего. Посетили учреждения. Так, по факту. Побеседовали с осужденными, побеседовали с сотрудниками, побеседовали с прокуратурой. А вы побеседовали с этапом от 8 декабря? С этапом? От 8 декабря побеседовал с тем этапом, который прибыл раньше. Ранее. Сколько там было человек? 19 или 17? Сейчас не помню. Со всеми побеседовали? Не совсем. Почему? Ну, потому что я беседовал с этапами за ноябрь-декабрь месяц. Смыг, какой ноябрь-декабрь месяц? Если в декабре месяце, 8 числа прибыл этап. Нет, в ноябре, там несколько этапов было в декабре. Я выборочно вызывал людей. Нет, а именно по этому этапу, по этой смене. Вот их, получается, было 17 человек днем. Вы с этими людьми пообщались? Общался. Да, но не с общением. И что? Нет, подождите. Я общался с тремя из них. Я общался, вызывал их к себе. А с кем именно? А со всеми вместе. Я беседовал в карантинном отделении. У всех все хорошо. А фамилии можете назвать тех людей, с которыми вы беседовали? Я не могу. Почему? Почему? Ну, начнем с того, что я не помню. Ладно. У меня записи с собой не брал. Хорошо. Ну, и что сказали эти люди? Трое, с тремя, вы индивидуально общались, да? А с 17 вместе. А 17 человек? Беседовал карантином отделением. Ну, что они сказали? Что они сказали? Кто их принимал на смене? Кто был в смене? Я не спрашиваю, кто был в смене. И хорошо, но вышли они из автозака. Что было дальше? Был живой коридор? Не говорили они. Они говорили, вы ввели в помещение, где они ожидали обыск. Потом вы водили на обыск. В какой позе они были, когда они ожидали обыск? Вы у них уточнили? Не уточнили. Почему? Нет, вы давайте так. Что вы от меня хотите? Я хочу... Давайте пока. Почему вопросы не задавали? Как именно состоялась приемка у первого этапа 8 декабря? Почему вы не задали вопросы? Почему не задавали? Нет, ну в какой позе, в какой позе они ожидали обыска? Не знаю. Это нормально, что вы обращивали людей? Вам же об этом говорили? Не поверю, что за годы вашей работы вам ни один о службе этого не спасалось. Я не поверю. Вам не поверят. Если говорить не поверят. Какие действия вы принимали в воду? Какие? Ну, какие действия вы принимали? Никакие. Почему? Они даже не знали, что... Ну, как вы знали, я говорю, я не поверю, что за годы, за годы работы этот человек не слышал такого. Я не поверю в это. Вам об этом говорили. Когда говорили, вы говорите, что по факту вы действий никаких не предпринимали. То есть что? Вы не выполняете свои обязанности. Правильно? Вы не защищаете интересы и права граждан, которые там находятся. Правильно? Подожди, вот знаете что? Вот давайте... Не, ну вопрос, ответьте мне, правильно это или нет? Я правильно вывод делаю? Неправильно. Объясните, почему? Потому что у нас много случаев, когда определенные нюансы устранялись. Поэтому нюансы вы мне поясните. Какая работа была проделана? Почему выстраивается живой коридор из сотрудников и избивают осужденных, когда они выходят из автозака? И вам об этом тоже говорили? У следственного комитета Клинцовского города Клинцы находится не менее пяти заявлений от осужденных, по которым отказ. Да? О возбуждении уголовного дела. Вы же об этом в курсе? Не знаю. Ну откуда я могу знать, что у следственного комитета... Ну я вам сейчас говорю о том, что там находится не менее пяти заявлений. По ним отказ. Почему вы не в курсе? Почему вы не прорабатываете? Потому что следственный комитет нам еще не дал ответа. А вы запрос какой в следственном комитете делали? Сообщить о ситуации. Нет, какой именно следственный комитет делали? Запрос. В областной. В областной? Да. Нет, а вот с осужденными вы общались даже сейчас, да? Трое, трое, а потом семнадцать всех собрали. Именно вот из этого... Не, мы изначально со всеми беседовали, а потом вызывали к себе еще. И все равно никто ничего не пояснил. А какие вопросы вы задавали, извиняюсь? Какие вопросы вы задавали к осужденному? Вот при личной встрече вы вызывали и... Какие вопросы задавали? В отношениях... Применялась ли в отношениях и физическая сила, специальное средство, били кого-нибудь... И все хором сказали нет. Ну, не хором, а... Ладно, я не уточняю, кто говорил, что говорили. Что применялась сила, что их били. И дальше. Ваши действия по этому всему. Вы просто подошли к начальнику колонии и сказали, ну, ну, товарищ Левин, так нельзя себя вести. Не позволяй своим подчиненным так вот... Так обращаться. Или что? Что вы сделали? Вот понимаете, вот благодаря вот вашей бездеятельности просто гибнут люди. Человеку дали наказание. Но это наказание, не лишенное... Его не лишили жизни, понимаете? Не приговорили к смертной казни. А у нас получается... Я с вами вполне согласен. Так. Что действительно поступили с этим человеком? Поступают с людьми. Это не единственный случай. Это вот сейчас там затихло, потому что идет шумиха. Все СМИ трубят. Между собой люди эту тему обсуждают. Сейчас это все затихнет. А потом пройдет время. Посадят этого долбаного Шерцова, потому что скажут, он крэйзи. И все. А все остальные на своих местах. Участие несколько сотрудников. Что вы делаете для того, чтобы они хотя бы были уволены? Те сотрудники, которые были в смене. Тот же самый Шерцов. На данный момент он чистится как сотрудник. Он отстранен. Временно отстранен от своих должностей. Что вы делаете для этого? У меня нет такой информации, кто принимал участие. И этим вопросом занимается Следственный комитет. По Шевцову. По Шевцову. Что вы сделали для того, чтобы его уволили? А как его можно сейчас уволить? Так я вам хочу задать этот вопрос. Что вы делаете для того, чтобы его уволили? Ничего. Почему? Почему? А что мы можем делать? А что у ваших вообще силах? Подожди. Что у ваших силах? Ходить, ходить, пить водочку за столом с руководством? Я с вами в таком тоне тогда прекращу разговаривать. Если вы будете так и мы... Ну на вопрос мы отвечаем. Вы не знаете ни меня, ни нашу работу. Ответьте, ответьте мне на вопрос. Что вы делаете? Что у ваших обязанностей? Ходить, смотреть? Вы сейчас видите, что он не уволен. Что вы делаете для этого? Чтобы его уволили? Ничего. Любой человек считается невиновным, пока судом будет не доказан, что он скажет преступление. Так он говорит о том, что он наносил удар ему. Он судей так говорит. И что он это делал не один, он тоже так говорит. С ним в смене кто был, вы выяснили? Кто с ним был в смене? Кто присутствовал в этот момент там? Вы вот, как бы, задаете, как будто я начальник управления федеральной службы. Нет, но вы же туда с проверкой ездили. Ездили. Ну что вы там выяснили с проверкой с этой? Там же эти люди до сих пор в смене. Вы с ними беседовали? Кто был в смене? Вы спрашивали вообще, что там было? Спрашивали. Хорошо. Когда вы приехали туда по поводу убийства, что вам сказали? Вообще, какую информацию вы услышали, приняли? Какой вы вывод сделали? Ну, я не все могу сейчас пока говорить. Почему? Потому что идет следствие. Почему вам информацию тогда это предоставили, раз вы не следовали? Это уже тайно? Так, а что сотруднику я, как бы, беседовал с сотрудниками. Ну и что? Беседовали с сотрудниками? Нет, вы вот, подождите, вы вот как-то вот на меня так вот на это самое давите, как будто я это принимаю решение. А если бы у вас убили брата, вы бы давили? Еще раз говорю. Мы общественность. Да не нужно прикрываться общественностью. Я вам задаю конкретный вопрос. Вы уходите от ответа. Мы работаем каждый в своем месте. Вот общественная палата Российской Федерации, мы назначены в Брянской области для осуществления общественного контроля. Хорошо, что у ваших полномочий, что вы можете сделать? Вот, вы ведете контроль, и в чем он заключается? Ваши полномочия какие? Мы посещаем учреждения, в случае выявления нарушений мы обращаемся в зависимости от того, какие нарушения, либо в вышестоящие органы управления службой, либо в прокуратуру. А далее? Так, хорошо. Нет, мам, подожди, далее. Нет, далее. Они обратились. В данном случае вы сделали запрос. Вы получаете ответ. Что вы делаете с этим ответом? Если не удовлетворяет ответ управления федеральной службой, можем обратиться в федеральную службу директора. И что получить вы там хотите? Зависит от того... Что вы хотите получить по данной ситуации? Постранение тех недостатков, которые мы выявили. Какие недостатки вы выявили в УК-6? Или там все нормально? Проверки, Маша, подожди. Ну это уже наши вопросы. В смысле ваши вопросы? Моего сына убили, ее мужа убили, ее брата убили. А это ваши вопросы. Кто нам вернет? Вот кто мне вернет сына? Это ваши вопросы. А мне кто сына вернет? Вот смотрите, вы выявили недостатки? Вы посетили эту колонию, так? Вы недостатки выявили какие-то или нет? Или там все хорошо? Ну какие? Такие? Ну не касаемые, скажем так, у этого мы, осужденные, сказали, не применялись. Сотрудники говорят, не применялись. Начальник учреждения не присутствовал. Ну а то, что там камеры нет, камеры нет, это недостаток? Камеры мы не можем смотреть. Нет, но вы видели, что в этом помещении нет камеры. Вы же там были? Вы видели, там нет камеры. Это недостаток? Условия содержания. Камеры, ну скажем так, нигде не указаны, где должны быть стоять камеры. Нет таких нормативных документов. Есть указания там, все регистрируют. А то, что сотрудники находились после завершения смены на территории режимного объекта, это недостаток или преимущество? Ну это не относится, к организации службы не относятся к нашей комиссии. Но это же нарушение условий содержания заключенных. Чем? Тем, что сотрудники находятся вне своей смены, не при исполнении своих обязанностей на территории режимного объекта. У сотрудников ненормированный рабочий день. Да ладно, да ладно. До шестых часов у них был рабочий день. Но это недостаток? Тань, подожди, можно я продолжу? То, что я свою мысль хотела. Вот смотрите, выявили, да, произошло убийство. Просто человека взяли и забили. И вы по этому факту никаких нарушений не выявили. Все говорят, этот самый, как его... Шевцов? Шевцов? Нет, не Шевцов, Левин. Да, Левин говорит, я не знаю, все нормально, никто не бил. Так что он получается? Никто не бил, никто не трогал. А человека взяли и забили. Не один бил, не один. Даже Шевцов дает показания. То, что он был не один, он называет фамилии. Следствие докажет тогда. Причем тут следствие. Следствие оно докажет. А это не нарушение, по-вашему? То, что применяется незаконно, необоснованно, физическая сила, плюс всякие вот такие приспособы по отношению к человеку, к больному. Болен, был. Я с вами вполне согласен. Это не нарушение. Согласен. Но для этого должно быть... Даже если кто-то скажет, допустим, что я бил или меня избили, опять же, мы можем только обратиться, опять же, направить материалы в Следственный комитет или в прокуратуру. Прокуратура вышестоящая или Брянская? Ну, вообще, Брянскую. А, вообще Брянскую, да? Нет, ну, можем в любую прокуратуру. Так вот, сделайте милость, отправьте в Москву прокуратуру. Потому что следствие не хочет шевелиться. Нет, это была проверка генеральной прокуратуры. А как часто вы посещали осужденных в исправительной колонии МН-6 в карантине после публикации вот этой статьи в Масю? Ну, как часто вы вообще делали проверки, вот эти посещения? С какой периодичностью? Ну, не так часто. Ну, как часто? Ну, раз в квартал где-то мы посещали. У нас тоже... Мы же за свои деньги едем в колонии. У нас не финансировали, что нет ничего. Мы общественные, понимаете? Мы либо на своей машине поедем, либо берем билеты и едем. Мы же в городе... Но у вас нет средств? Нет. А для чего тогда вы работаете? Вы зачем занимаете эту должность? Если вы не справляетесь в силу... Отсутствие денежных средств, там нет у вас возможности, тогда зачем вы занимаете чье-то место? Законно определено, что мы не можем получать ни вознаграждения за эту работу, ни чего. Мы общественные, понимаете? Нет, я понимаю. Но если у вас нет денег на выполнение этой работы, как вы говорите, это делаете за свой счет, то, ну, может быть, стоит тогда покинуть это место. Вы понимаете, что из-за вас гибнут люди. Вы вот чувствуете на себе эту ответственность? Из-за вас погиб мой брат. Из-за того, что у вас нет денег. Вы не нашли финансирование для своих действий. А как я должен искать? Я не знаю, но вы же занимаете это место. Значит, должны. Значит, где-то находите. Свои деньги трачу. Но если у вас нет денег, если вы финансово несостоятельный человек, зачем вы занимаете чье-то место, имеете полномочия и ничего не делаете? Из-за вас погиб мой брат. Скажите, чье я место занимаю? Вы председатель. Вы председатель Общественной Народной Наблюдательной Комиссии, да? У вас есть определенные полномочия. Вы занимаете... У меня как у председателя никаких полномочий. У нас каждый член отдельный член. Ну, понимаете, вы можете пройти на территорию колонии и посмотреть, побеседовать. Могу, могу. Да, вы можете, а я не могу. У меня есть деньги для того, чтобы поехать и спросить... Почаще. Почаще, понимаете? А у вас нет. Есть, каждые три года проходит формирование Общественной Народной Комиссии. Так почему вы не уйдете? Напишите заявление, обратите. Вы с какого года занимаете эту должность? Я? Да. Ну, достаточно. Ну, с какого? Примерно. С 14-го. С 14-го? Именно два, именно два. На территории исправительной колонии номер 6. Недавно в Сурожье, да, тоже была смерть заключенного. Весной, по-моему. Ну, там смерти не было. Ну, суденые тоже умирают от болезней. Хорошо. Именно за время вашей работы две смерти в исправительной колонии номер 6? Три. А, все-таки с 13-го года. Нет, нет, Таня, нет, я вообще не уйду. Вот, за все время. Три смерти. За все время? За время вашей работы две, если вы с 14-го года. Первая была в 13-м, именно о которой я говорю. Ну, то есть за это время вы не нашли денег для того, чтобы устранить эту ситуацию, да? То, что там происходит, убийство. Так получается, вы не справляетесь, вы не предотвращаете убийства. Убийство людей, отцов, ребенку вот сказали, что отец умер. Как вы думаете, как он отреагировал? Один на второй. Вам как вообще вот, ну... Подождите, вы, давайте, вы мне звонили, какие-то факты вы хотели сказать? Я с вами хотела поговорить, выяснить вообще, какую работу вы проводите по этому происшествию. Вы сделали запросы и на этом все, чего-то ждете. А побеседовали, побеседовали с осужденными, которые сказали, что ничего не было, ничего не применялось. Вы их осмотрели, попросили кофту там поднять, снять ее, посмотреть почки, ягодицы, которые отбивают там колени. Когда отберцев там остаются следы, вам показать следы? Показать? На трупе моего брата? Не надо. Не надо? Ну как вы думаете, его одного били? Ну и... Стоп, и еще по поводу, по поводу ребят, которые находятся в СИЗО-1, я хотела поинтересоваться. Они заключенные, осужденные. Почему вы не имеете права зайти к ним и побеседовать с ними? О условиях содержания. Есть ли нарушения? Я могу об условиях содержания в следственном изоляторе номер один побеседовать. Но вы этого не сделали. Я могу. Но вы это сделали? Нет, еще не. Почему? Пока проводим проверку. Еще в СИЗО-1 не беседовали с тремя свидетелями этого дела об условиях содержания. Я не могу беседовать со свидетелями. В смысле? Они осужденные. Об условиях содержания. Я могу побеседовать только об условиях, но не о той ситуации. Почему? Потому. Они были в условиях, они были, во-первых, на территории справедливой колонии номер 6. Вы должны узнать, нарушались ли их права. Это же условия содержания. Правильно? Ну, правильно или нет? Ну, правильно. Правильно. Почему вы этого не сделали? Ведете проверку? Какую? Что еще хотите мне сказать? Вы не хотите отвечать на этот вопрос. Правильно понимаю? Отказываетесь. Я вам пытаюсь объяснить. Мы на разных языках разговариваем. Вы меня не понимаете. Я не пойму, что вы от меня. Так вы ответьте на мой вопрос. Какую проверку вы проводите? Почему вы не можете посетить? Почему вы не посетили с 8 декабря вот этих людей? Ладутька и Купчика и Дмитриева? Потому что в отношении с ними занимаются следователи. Причем здесь... Которые должны вынести свое решение. Они присутствовали. Которые компетентные. Которые могут какое-то вынести решение. А мы не сможем. Вы должны были к ним прийти и спросить. Нарушались ли их права? Есть ли какие-то замечания по условиям содержания в исправительном учреждении? Либо сейчас мы в СИЗО один. Вы же это можете делать? Вы этим занимаетесь? Вы об этом сами говорите? Так? Да. Почему вы этого не сделали? Потому что мы не можем с ним беседовать по уголовному делу. Да я не говорю по уголовному делу. Я не говорю по сейчас на данный момент. Оказывается на них давление или нет? Вы не уточняете. Применяется ли к ним сила? Они в СИЗО находятся. Они не дома гуляют. По улице. Они находятся в СИЗО. Почему вы там не были? Почему вы не беседовали с ними? Почему за это время вы не посмотрели? Разбиты ли у них колени? Якубчика избили. Он об этом откровенно говорит. Он ничего не скрывает. Его избивали. Его избивал третий сотрудник. Его избивали. Почему вы не пошли туда? Почему вы не узнали у него? Как его самочувствие продолжает ли его избивать далее? Что вы еще хотите мне сказать? Почему вы не отвечаете на мой вопрос? Я вам так достаточно сказала. Вы извините, конечно, меня. Но вы слишком много хотите от общественности. Отчего я хочу, по вашему мнению, от общественности? Общественность должна сесть вот так. Тебя, грубо говоря, бьют. А ты должен, ладно, обтряхнулся и опять сидеть ждать. Общественность, она на той общественности, чтобы как бы все это именно наружу вытаскивать. Вот всю эту грязь, понимаете? И предотвращаясь, чтобы этого не было в дальнейшем. А у нас получается так, что что-то не произошло, общественность должна молчать. Так получается. То есть, на данный момент ничего не делается для того, чтобы привлечь к ответственности тех людей, которые были в смене, которые принимали участие в приемке, жестокой приемке. Никаких действий не предпринимаете, правильно? Проводятся следственные действия. Да вы же не следователь. Вы с твоей стороны проводите какие-то действия вообще? Работу куда делаете? Если да, то как вы? Запросы сделали. И запросы... То есть, а мы другого опроса можем побеседовать и запросить. Вы беседовали с теми людьми, которые были в смене? Беседовали. Беседовали, что они сказали, что они поясняли? Вы не следователь, у вас нет вот этого запрета на распространение информации. Вы отказываетесь отвечать? Мне вот просто можете сказать, что они говорят? Не буду обманывать, почему. Сайт «Гулагунет». Знаете, да? Не знаете? Такие люди, как Дина Кожевникова, Богомаз, Владимир Освечкин, Александра Богомазского. Слышали? Ну, конечно, комиссия. Слышали? Слышали? Связывались с ними? Вообще общались по происходящему ВК-6? Они неоднократно публиковали статьи. Это вот я сейчас уже изучаю, потому что... Да, они Богомаз и Кожевников, они были в составе комиссии. Ну, вы связывались вообще ранее, ну, даже сейчас с ними по факту происходящего обсуждали вообще ситуацию? Сейчас нет. Ну, а после публикации Масю, вот, статьи, да, о вот этих особых условиях при приемке, статья же выходила, связывались с Осечкиным, с Диной Кожевниковой. Ну, с Осечкиным, да, кто такой Осечкиным? Владимир Осечкин. Основатель. Гулагуна. Не знаете? То есть, не связывались, не обсуждали, статьи не читали. О том, что происходит, о том, что происходит. С Богомазом, с Богомазом беседовали. Ну, и какая ваша реакция была после публикования этой статьи? Никакая, да? Мы поехали туда и подтверждений не нашли. Словам. Масю. Какие конкретно вы действия предпринимали? Подтверждений на тот момент не было никаких. Но какие действия вы предпринимали, когда приехали туда? А какие мы можем принять действия? Мы можем только встретиться, побеседовать с осужденными сотрудниками. Только на основании их. Либо сами что-то увидеть. А что мы можем? Ну и что, вот по факту, вы приехали туда, с кем именно беседовали? Это ж не является вот тайной. Ответьте на вопрос. С кем беседовали на тот момент? Вы сказали, что-то хотите мне сообщить. Я сказала, что хочу с вами встретиться, пообщаться. Я с вами общаюсь. Давайте, как договориться? Давайте письменное обращение в наш адрес. На какой адрес писать? Письмо? На какой адрес писать? На 534. Там прием на Единая Россия. И там наш адрес. Вас там нет? У вас нет офиса? У нас нет офиса. Наш адрес комиссии. Мы почту там забираем. Они там первый раз в Другостоке. Как вы можете там забирать почту? Когда мы пришли туда, они открыли глаза. Здесь, говорит, какая-то ошибка. Здесь нет такой организации. А вы про какую-то почту говорите. Если бы туда приходила корреспонденция на ваш адрес, нам бы сказали, что вот приходят, забирают почту. Они про вас вообще не слышали. А вы говорите, письменное обращение. Давайте, мы составим письменное обращение. Также мы с вами встретимся. И вы завизируете о том, что вы от нас его приняли. Нет, вы за мной проверите, получите вы в итоге ответ или не получите. Зачем я буду терять время и писать на деревню дедушки? Я отправлю письмо на Октябрьску 34, где, в принципе, вы даже не зарегистрированы. Ваша организация. И потом, кому мне предъявлять то, что не поступило ответа по моему заявлению? Единой России? Не знаю, кому. К нам. Наши беседы. По факту убийства моего брата вы сделали запросы в прокуратуру, в Следственный комитет, да? Да. Куда еще? И справку направили в УКСИН. Справку направили в УКСИН? О чем? По результатам заявления. А, вы направите в УКСИН по результатам? Направили в УКСИН. А, направили. Так. Какие нарушения вы там выявили, да? Какие нарушения выявили там? Ну, не знаю, не знаю. Никаких. Почему? Это запрещено чем-то? Или сюда-то чем-то? Это мое мнение. Что ваше мнение? Не озвучил. То есть, ваше личное желание, да? Да. Хорошо. Какие действия предпринимали по убийствам в 13-м и 18-м годах? У Богомаза спросите. Богомаз был член комиссии. Я у вас конкретно спрашиваю. Вы на тот момент были председателем. Богомаз. Богомаз. Я председатель. Я чисто организационный. Я не за... Председатель, он как бы каждый член комиссии является отдельным субъектом общественного контроля. Богомаз ездил в эту колонию. Все поговорили. В каком году? В каком году? Богомаз был с 13-го до 16-го. В 18-м году произошло убийство в колонии. Вы были, да? Вы проводили проверку. Такие действия предпринимали по убийству? Не я, а член комиссии. Но вы же председатель. Я председатель. Я ему говорю. Я не говорю, что надо там Богомазу ехать или то. Каждый является отдельным субъектом. Я контролем. Вы занимались контролем по ИК-6 в 18-м году? Да. Какие действия были предприняты по этому убийству? Это не относится к теме нашего… Это рецидив. Там сотрудники… Это продолжение. Это продолжение бездействия. Я оставлю вас. Понимаете? Это продолжение бездействия. Потому что тогда ничего не сделали. Не наказали, не отстранили. Вы не добились этого. То есть не вы лично должны это делать. А вы должны там куда-то послать в кадатайство. Что этот человек на своей должности. При нем происходит то-то, то-то. Понимаете как? Вы – общественник. Все нормально. Все хорошо. Начальник этого исправительной колонии на своем месте. Все вот эти вот полковничьи и майор… Звезды майора тоже на своем месте. В итоге все, все продолжается. И вы говорите, что вы принимаете меры. Ну какие это меры? Вот знаете, я с этим никогда не сталкивалась. Пока вот не произошло то, что произошло. И я думала, что у нас в государстве какая-то гласность, какая-то справедливость. Я не говорю о полном объеме гласности, справедливости. Но хоть какая-то доля есть. А теперь я понимаю, что у нее вообще нету. Несправедливости, негласности. И каждый вот, кто находится на своих местах, вот на таких, как вы – контроль. А это получается только на словах – контроль. Что вы сделали? Контроль. А конкретно – контроль. Ну вот как вот так вот? Вы – представитель общественности. По выявлению вот таких вот недостатков. Это не то, что недостатки, это, я не знаю, это преступление. Это однозначно преступление. Понимаете как? И в итоге все – ничего. То есть должность есть, место есть, вроде бы все в порядке. А что делает эта организация в целом? Ничего. Ну вот как вот такое вообще может быть? Ну для того, чтобы говорить, делать вывод, что ничего не делает. Так вот. Не, ну если бы что-то было сделано, по крайней мере, ну не было бы того, что происходит сейчас. А это, понимаете, вот в этой века. Вот любого заключенного спроси, это редко кому не перепадало. Единственный человек может об этом просто взять и умолчать, чтобы потом ему не тыкали в спину. Вон, видишь, пошел, а вон то-то, то-то у него было. Понимаете? Это у них, это у них система работы. Ну, там же разные люди. Тут, начиная вот от того же Денина, который там был, понимаете? Понимаю. Денин чего туда попал? Ну, чего? И вы знаете, и я знаю. Нет. То есть Денин приехал, энную сумму отбашлял и сидел себе. В интернете были выложены его снимки. Ну, не снимки, а один снимок, за что его потом и наказали. Не знаю, там кого наказали, но он там так хорошо выглядел. Он как будто в санатории находился. Он работал. Понимаете? Ну, так, мы можем говорить о том, что кого-то прозыняют… Так просто идут запросы в прокуратуру, то, что там постоянно идут нарушения, такие-то, такие-то. Правильно, при вас с зубинками на этих самых не кидаются. Нет, так и осужденные же как бы не заявляли. Если бы осужденные заявляли, вот в чем суть-то вопроса. Осужденные заявляют, вы только говорите, не все, но кто-то об этом, кто посмелее об этом говорит. Кто потрусливее, да, который знает, что он сегодня сказал, а завтра неизвестно, что с ним будет. А который посмелее говорит, что да, вот такое происходит. И ваше бездействие. Подождите. Дальше, подождите. Вот осужденные заявили о нашей действии. Мы же, ну, не можем, мы не… То есть мы вот это заявление отдаем прокуратуру, прокуратура направляет в Следственный комитет. Следственный комитет принимает решение. Понимаете? Понятно. Ходотайствовали, что там, заявление. А вы проконтролировали именно, что вот было сделано по этому, по вашему заявлению? Мы дальше уже не как бы контролировали. Вы просто вот подали заявление и все. А потом вы пришли и спросили у того же самого Следственного комитета или у прокуратуры. Вот я подавал, что вот по этому факту было сделано или это… Они нам ответ дают. После проведения следственных действий они дадут ответ. И, короче, вот такими вот общими фразами после проведения следственных действий… Не причисляя… А что они… Не причисляя… Не причисляя… Я не могу… Не… Я понимаю. Вы им не указ. Вы им не указ. Это все понятно. Что делает общественная палата? Тоже ничего. Общественный совет. В принципе, тоже самое. В принципе, тоже самое. Тоже ничего. Направили… Направили… Отписались… И все на этом. Ну, вот так. Могут еще на кругом столе с президентом доложить ему о ситуации. Ну, это разный год проводится в декабре месяц. А у нас с Богомазом такого нет? Ну, вот таких разговоров. Мы, как бы, вообще не относимся ни с Богомазами… Не, но все равно уже общественность куда ни крутит. А Богомаз, он… Как бы… Они же федеральная структура, а Богомаз… Синка, прокуратура, следствие – это все федеральная структура. Я, как… Чисто по-человечески, вас очень хорошо понимаю, как бы, но… Вы знаете, чтобы нас хорошо понимать, просто надо самому это пережить. А когда вот это вот все со стороны… Ну, да, ну, жалко мне человека. Ну, что сделаешь? Ну, попал, называется, не в то время, не в то место. Вот некоторым же везет, не так достается. А тут, ну, вот… Ну, переусердствовали, ребята. Ну, бывает. Вот и все понимание. А то, что в самом деле бардак творится, этот бардак не устраняется. Просто он творится, он есть, и он не устраняется. Понимаете, вот какая-то вот безысходность такая. И от этой безысходности… Просто не знаешь, вот даже куда… Кому обратиться за помощью. Общественность, она только писульки эти пишет, куда-то там направляет без всякого контроля. Понимаете, вам от этого не легче будет, что я вам скажу. Ну, там многое изменилось в той колонии. Начиная вот с 2013-2014 год. То есть там… То есть было еще хуже? Было хуже. Еще хуже? Да. Было хуже. Потому что было, и как бы сами осужденные там очень много избивали. Так люди… Избивали… Люди… Избивали осужденные, они и сейчас там избивают. Это называется… Как он называется? Активисты. То есть… Активисты. 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 Вот поверьте мне, активисты. Да нет, нет сейчас есть. Есть они сейчас. Вот просто, знаете, вот находим тех людей, которые там были… Вам я не буду сообщать фамилии, вот. Ну, допустим, коснись суда, они придут и подтвердят, как они там… Как они там были. Есть там эти активы, понимаете. А эти активы чем занимаются? Избиением, то есть у них вседозволено… То есть не вот эти вот избивают, кто там работает на взбирателях. Они свои руки не ворают. Так вот по большому счету. Они только в самом начале себя проявляют. Активисты уже как бы это подкрепляют изнутри, понимаете. Вымогательство, денег. И все в таком духе. Это вот… Вот эту вот грязную работу ведет актив. Он как был, так и есть. И ничего не изменилось. И заранее звоните. Мы завтра приедем. То есть вы не как гром среди ясного неба. У нас по закону уведомлять о посещении. Ну и что это за уведомление? Это все равно, что вызвать санпектстанцию в какое-нибудь заведение. Я понимаю, санпектстанция должна прийти вот так вот. Ну, посмотреть. Ага, что тут творится? А не заранее уведомление. Ну, мы тоже самое это. Мы уведомляем. У нас есть по-разному. Можем и за день два уведомлять, а можем за несколько часов уведомлять. Поэтому как бы… То есть это у вас по закону положено. Сначала уведомить… Закон об общественном контроле, да. Сначала уведомление сделать, что я еду. Ясно, к нам едет ревизор. Это 76-й федеральный закон 2008 года. Ну и сами понимаете, толку в этом визите? Никакого. Ну, я бы не сказал. Да никакого. Все это почистят, все это уберут. Оно далеко ходить не надо, вот как с моим сыном. То есть были видеокамеры. За это время, когда к ним должны вот приехать, да, вот смерть поступила. Должен приехать в Следственный комитет. Видеокамеры этих не стало. Видеорегистраторы были. Их типа тоже, их сдали. То есть там всю память стерли, и типа они сданы. Вот что такое заранее уведомить. Так и это. Но нам тоже, нам как бы эти видеорегистраторы, они для служебного пользы нам не представляют. Мы, может быть, и предоставили, но они говорят, как бы в момент нашего посещения, что и Следственный комитет там изъят. А они не могут показать вам камеры, когда, например, осуществляется какая-нибудь приемка любая? Например, вы выбрали дату там, покажите, как это все принимаете вы? Или камеру? Нет. Порядок видео. Это может только прокуратура. Прокуратура… Так сделайте запрос прокуратуры. Вот с такой просьбой. На 8 декабря, которые днем приехали. Вот просто посмотрите. Эти все видеозаписи, как бы и прокуратура… Разговаривали я с прокурором. И прокуратура, и все говорят о том, что все изъято следственным органом. Вот на любую дату открыли журнал о приемке. Я говорю, а покажите-ка мне вот это вот видео. Оно там хранится какое-то время. И вы бы своими глазами посмотрели, как оно идет приемка. Нельзя, да? Нельзя. Нельзя, да? Нельзя. Мы можем с людьми побеседовать. Но, к сожалению, люди, они зависимые, поэтому… Большую смелость надо иметь, чтобы сказать, если что-то и было. Абонир – это утро. Компляр 2 Нельзя, да? Нельзя. И для вас. Нельзя. И для вас. Удяkie. Нельзя. 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 В Дом, Мин. Нельзя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 была. И потом в итоге нас вот так вот каждого завели. И потом в КВР пришел. Кто же приходил? Ну, все приходили тут. Из замначальника. Я уже их позабыл. Оперативники. Ну, вся эта херня приходила общаться туда к нам. И все. А Левин приходил? Левин? Левина вообще после этого инцидента у нас карантин прошел. Ни тумбочки этого дневального не было. Ничего. Мы сидели 10 дней просто в КВРке, суда до вечера. До отбоя. Потому что проверки приезжали, прокуроры, общественники. Начальники в СИНа приезжали. Но я к ним не ходил. Я только к прокурорам ходил. Заявление написал. Так, писали, да, заявление? И что вот по факту этого заявления? Какой ответ? По факту еще нету никакого ответа. Сейчас я вам расскажу. Приезжал московский прокурор, такой молодой. Я не знаю, ему лет около 30. Я ему тоже все рассказал. Для чего это делается тут. Про эту лопату, про тряпку. Что туалет протирать. Ну все. Подробности их рассказал. Сейчас поставили в течение, пока я был на карантине, там камеры наставили везде практически. А до этого камер не было там? Нет. Именно знаете, какое помещение интересует? Вот вы вышли из автозака, то есть пока шли вот до этого узкого помещения, да, в котором была скамья, получается. И вот, ну... Скамья? Ну, не скамья, а вот откидной стол какой-то, вот такое что-то. Куда, может быть, там сумки надо было там, ну, выворачивать или вот... Ну, что-то такое нам описывали. То есть такое узкое помещение, в общем... Узкое помещение, это, получается, как коридор. В этот коридор нас загнали всех по одному. Вот на корточках мы сидели на... Пока по одному нас туда заводили в комнату обыска. Там не было никакой... Ну, и в комнате обыска есть там столы, стол такой небольшой. И там клетка еще есть. Была клетка, да. Ладно, давайте тогда вот к самому началу вернемся, да. Задам вопросы вот просто, которые, ну, вот меня больше всего интересуют, наверное. В общем, вышли, вышли вы, получается, из поезда. Сколько там было сотрудников? И вот кого помните из этой смены? Вот кто там был? Получается, нас доставляли одни, а принимали в колонии другие. А, вот так даже. Да. А вот эти, которые доставляли вас, они, ну, применяли к вам физическую силу? Нет, нет, там вообще ничего не применяется. Они же принимают, когда с поезда этого, с Толыпина снимают, там же расписывают все. Ну, то есть там все, и они принимают, чтобы синяков не было вообще ничего. Так, 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 ладно, все. Это когда с СИЗО вывозят. Угу, угу, угу. Ну, хорошо. Вы корпус ниже нагинаете, да? И, получается, руки вытянутые, и сумки на вытянутых руках. Правильно? Да, перед собой, да. Перед собой. То есть идете вот так метров 10, да, вот вы сказали, там, ну, до этого вот... Ну, да, метров 10-15 и так вот, не больше. И в этот момент, то есть выстраивается этот живой коридор, они вот бьют, короче, да, вот так? Ну, там немного было человек на этом коридоре. Да, ну, получается, как у меня приемка проходила, там, получается, вот как проход, ну, как здание, он встал в середине этого прохода, и, то есть, через него не пройти. Ну, и вот там первый человек, который спрыгивал, его аж на землю повалили, ногами били. Короче, а у них палки были? Палок не было. То есть вот, ну, именно руками, да, вот, ну, руками, ногами, руками, ногами. А по каким частям тело вот это... И по ногам, и по корпусу, и по спине. Без разбора, да? Ну, а смысл какой был? Типа, быстрее иди, или как? Ну, да, типа того. А корпус, корпус ниже, ну, как бы шли на ногах, да, не на... Да, да, да. Не гуськом вот так вот, а, ну, в смысле, что не гуськом, а на корточках, а вот просто на ногах шли, ну, вот, вот так. Ладно. Ну, да, да, да. Хорошо, а что там за калитка? Так, ладно. И тут недавно меня вызывали оперативники. Я долго с ним проговорил, с четырех часов дня, я разговаривал с ним почти до девяти вечера с оперативником. Тут начало проводиться... А как его зовут? Ну, вот, не помните? Литвяков, Литвяков меня вызывал, а сейчас тут мне другому оперу передали, внутреннюю проверку якобы проводят. Меня, честно, уже замахали, на каждом шагу прокладывают. Я на комиссию хожу постоянно, практически, уже вторая неделя, третья неделя уже будет. Ну, как-то отношение такое неприязненное есть у некоторых, мне кажется, ну, с моей точки зрения. Литвяков, подождите, а вот он, ну, получается, он работает, да, вот там, или он из Брянска приезжает? А я не знаю, откуда он, он оперативником здесь работает, ему, как поручили, внутреннюю проверку проводить. Он меня вызывает, говорит, объяснение, вы будете, можете написать? Ну, я написал опять те же объяснения, которые я давал ранее, что применялась физическая сила с моей стороны и именно за себя писал. Никаких нарушений не было. Ну, и там еще некоторые моменты удачного указал. Он заявление вы будете писать? Я говорю, я не знаю, мне надо подумать, у меня адвокаты есть, все у меня есть, я еще сужусь. Вот. Он такой, нет, с адвокатом вы никак не сможете связаться, мне надо сегодня вот заявление. Ну, хорошо, давайте я заявление напишу, он уже в лице поменялся. Ну, я сейчас дело передал, я в седьмом бараке, вот, кто за бараком закреплен. Так, вы заявление, так, так, ну, а что в заявлении в этом написали? Он что, применялся физическая сила. Давайте, давайте, хорошо, по фамилиям, кто вот, кто вот вам физическую силу к вам применял? Да, я не помню, кто ко мне применял, это я за все говорю, я говорю, там была смена, там был табель журнала, который, та смена присутствовала, и выясняйте. Ладно. Я уже их пофамильно не знаю. А метаосвидетельствование было вот? Метосвидетельствование, у меня это повели, блин, на какой, неделя почти прошла, повели на метосвидетельствование. Может, и синих эти были, но я не обращал на это внимание. Но у меня шея болела. Нас, у человека еще было, мы, там, четверо нас с этапа. Я, ну, как-то, почему я должен, ну, терпеть это такое. Приехала проверка, забегает Малинин. Малинин еще, типа, вопросов у вас нету, никак не может быть. Но вопросов не может быть. Приезжает прокурор, прокурор спрашивает, есть у вас вопросы? Кто хочет на личный прием? Я говорю, я хочу. Ну, и написал заявление. Ну, как заявление, да. Но тут приезжал какой-то прокурор, получается, он, наверное, районный, с Конецовым. Мне не понравилось с ним общаться. Вот. А когда Московский приехал прокурор, да, тот выслушал полностью. И, я думаю, какие-то меры хоть принят. Принят. потому что сейчас карантин вообще не трогают вообще. Да, понятно. Понятно уже. После того, что произошло, там, наверное, боятся каждого шолоха. А вот, ну, были вы, значит, на приеме у прокурора, да, из Москвы. А вы писали что-нибудь или просто говорили? Присутствовал тот прокурор, который районный. Так. И он. Я с ним беседовал. Говорит, вы писали бумагу? Я говорю, да, писал. Он говорит, а где эта бумага? И он, тот прокурор, дал ему бумагу и все. Ну, а что, получается, в этой бумаге было? Объяснение ваше, да? Нет, заявление, заявление, что сотрудники КА-6 применяли физическую силу. С моей стороны нарушений не было. Удары были по корпусу, по шее. Вот так. А на мета-освидетельствованием был у человека синяк. Он с левого боку был. Скажи его. Я не помню его фамилию. Тут еще. Вот, у него синяк был. Нас вызывает четверых на санчасть. Это около недели прошло. Прокурор присутствовал. И мы приходим. И в самый последний момент, как нас везти, вот этого человека, у которого синяк был, там, на весь бок, на левый, его, якобы, не надо на медицинское свидетельство. И мы троем пошли. Я, ну, разделись, мне сестра посмотрела, с прокурором. Ложала бы, если у Рюдаши болит. Ну, они никогда не отренировали на это. Понятно. Ну, а, соответственно, писать, вы ничего не писали, да? Даже медику этому, что там, прошу, там. Не, 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 я не писал ничего. Медик. Потому что, бесполезно, что записать. А, ладно, от какого числа заявления это вам было написано? В декабре это было, получается, с 8 числа по 18 числа меня в лагере жил, подняли. в течение 10, ну, где-то на день 5-й, наверное, или на 4-й уже приехали сюда проверки, начали приезжать, ну, где-то с числа 12-го по 18-й число когда-то. у меня уже не очень много присутствовало, я вам так скажу. И как-то, получается, все равно, эмоции, не эмоции, блядь, бессы кричат, руки распускают. Ну, это, стресс, внимание, объяснения переписали. Вот вам, наверное, Макс говорил, что многие объяснения мне потом, вот когда я по этому оперативнику писал, здесь, которая в колонии работает, а он показывает, говорит, а ты видишь, все остальные уже переписали объяснения, вот показал мне. Я говорю, ну, пусть отказываются от своих слов, я говорю, отказываться не собираюсь. Вот, это точно Константин Носу, он не поменял показания. Угу. Хорошо. Остальных я могу, ну, поспрашиваю. Ну, просто я здесь поспрашиваю, тут каждый рассказывает этим Носу Сарабуле. Угу. Сказал, еще прибрешут, да и все. Я с ним пообщаюсь тогда, он еще будет, может знать, кто. Да, да, хорошо. Тогда он позвонил. А вас вообще как зовут? Владислав Косарев. Косарев Владислав. Перед собой. В этот, в этот момент вас избивали? Ну, ходили там, кому по спине ударят, ну, мне попало, там один раз. Не за что. Просто так, да, вот? Да. Типа, пятки не отрывать, бред такой. И бьют, и бьют ботинками, получается, да? Да, конечно. А вот, ну, никакая, не берцы, как они называются, я не знаю. Ну, я, я поняла, вот эти вот тяжелые ботинки, да. Получается, а сколько человек, вот там, сотрудников, может, в этом помещении находиться? Один, получается, оно узкое, где-то метра, метра полтора, наверное, больше этот коридор. Вот. И получается, мы с одной стороны сидели лицом к стене, перед собой сумка, лицом к стене, сидели на корточках, ну, и вот по этому коридорчику маленькому, что между нами, одни с одной стороны, другие с другой. нас натрамбовали туда и вот ходили туда-сюда. То один зайдет, то другой зайдет. А еще он был Малинин. Малинин. Ну да, вот вы говорили раньше Малинин. Малинин. Не Малинин, Старовойтов, Старовойтов Сергей Михайлович. Он был раньше за карантином. Я не знаю, а может, сейчас еще за карантином. Так, Старовойтов Сергей, да? Да, Михайлович, вроде, если я не ошибаюсь, Старовойтов. А шокеры были? А когда вот все-таки на корточках, да, вот вы сидели, получается, ну вот проходит, да, там стук ногой там по спине, да, там в бок мог, да, там ударить. Как-то вот так, то есть, ну а со всего Маху или вот так вот чкнул и пошел, вот как это? Ну нормально так. Нормально, да, то есть? Да. Там не жалели. Понятно. Ну а такие фамилии, вот как, да, два брата Бриль, вот какое участие они у вас принимали на приемке этапа? Я даже в лицо не могу, вот, бриль, не бриль, я не знаю в лицо. А Рустамов, он молодой такой? Рустам, он не трогал, я его помню, он не трогал вообще. В нашем этапе, ну, никого, он, бери тряпку, я его не буду. Потом, зашли другие, иди трогали. А было человек, наверное, двадцать. Даже, может, ну, около двадцати человек, мне кажется, было, или, может, даже чуть-чуть побольше, около двадцати пяти. Не знаю, много их очень было, и как-то вот это все быстро происходит, не успеваешь запомнить. Да и лицо, они говорят, ниже, по сторонам не смотри, начинаешь смотреть, бить начинают. Сразу, сразу, да, мгновенно? Да. Ну, чуть голову поднял, вот так. Ну, сфизмой человек, который, сейчас вроде бы, ведет это дело. Угу. Ну, как-то, я не знаю, или под контролем у них, как-то, я без понятия. Он меня тоже расспросил про это все. Я ему написал, и он, поехал. Конечно, мало того, что я говорю, ни за что избивали, я говорю, так и человека, человека больше нет. Да. Я говорю, что такое? А тут есть такой гондон, по-другому его не назовешь, я не знаю, блядь, ну, не человек, блядь, он психолог работает, как же его забыл. Как психолог говорит его? Шлык, 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 а как его? Шлык, я не помню, как имя, у него и отчество, он часто приходил, да, приходит, на карантин, беседует, такой, картавый, блядь, уебовый. Ну, и что-то разговор за эту приемку начался, с вашей стороной, я говорю, а что это, с вашей стороны, это как, нормально? Ну, и сказал, что человека больше нет. А он мне ответил, ну, все равно, рано или поздно, он умер бы. Я говорю, в смысле? Я говорю, рано или поздно. Ну, типа, у него болел человек, я не знаю, что-то, что-то. они что, как санитары леса получаются, или что? Ну, то есть, они решать должны? Меня же бесило, у меня, у меня, я, ну, поругался с ним тогда. Угу. А он может все сделать, мало того, что могут и отправить в больницу психиатрическую, блядь, с ним ругаться, я с этим психологом, ну, а вот, знаете, психолог... они все в рот спинники, блядь. Да, да, сейчас вот, не знаю, если найду, я вам так рассказал, я думаю, ни хрена себе. Да. Блядь, не блядь. Ну, знаете, это такое мнение, то есть, ну, вот, когда в соцсетях, там, да, вот эта информация пошла, там, типичные, вот эти вот паблики брянские, в общем, там много тоже таких откликов было, то есть, типа, что там он все равно там не жалеется, и так далее, хотя, ну, планы у нас были, там, по его здоровью просто так получилось, да, что его туда отправили, то есть, ну, даже не ожидал этого никто, и ждали другого решения отсюда, потому что заболевание действительно серьезное было. Ну, это понятно. Вот, а получилось, как так получилось, но, ну, так, короче, тут, я даже не знаю, не знаю вообще, что Алина верится до сих пор. Такое ощущение, что просто, вот он два с половиной года там отбудет, и вот выйдет, и мы будем его ждать, и все. Пока мы даже не приняли вот эту мысль, что действительно его нет. по-самолезной. Спасибо. На его месте мог быть каждый. Как тут они издеваются, это... да, Константин. Ну, так что, что вам рассказать? Сейчас. Алло, Константин, здравствуйте. да, да. Меня Татьяна зовут, я сестра Романа, можно я с вами пообщаюсь на эту тему? Да, конечно, спасибо. Ты не снимаешься, болезнь. Да, да, спасибо. Спасибо вам. В общем, Константин, как, да, вы вчера сказали Марии, что вы были первым, да, в этот день, кто принял на себя этот удар. Да. Ну, вот, давайте, наверное, с самого начала, вот просто, ну, в подробностях расскажите. Остановился поезд, вы выходите, чувствуете, что поменялось к вам отношение, да? Нет. Нас привезли на лагерь. Угу. И когда с автозаков выгружали, вот тогда поменялось отношение. У них тоже самое произошло, они следом там приехали. Вот, он к самой крайней там выходил. Одного они в СИЗО сразу закрыли. Угу. А так как они, ну, в общем, беспредельничали все сразу по Грамштайн, ну, у вас с ним так случилось. Вот. Это приемка называется. Была просто жесткая приемка. А вот... В тот день была смена была нехорошая. Угу. Все в шоке. Даже те, кто возвращался, возвратники. Ну, те, кто уезжал там на Санчасть, на больничку ездил с другого лагеря. Возвращаясь, не карантин, как мы, этап, приехали с Централов, а именно с больнички. Даже они были в шоке. Вот. но в основном только вот на автозаке. Я вас поняла. А вот получается, вы вышли из автозака, да? Дальше вот какие команды последовали от них? Кто там был? Может быть, вы по именам помните, кто присутствовал, кто удары наносил? вот Ну, во-первых, мы тогда все только приехали, мы-то никого знать не знали. Угу. Вот. Это во-первых. А во-вторых, но там чисто физически невозможно, наверное, все запомнить. Одно можно смело сказать, что вся смена так или иначе принимала активное участие. Кто-то может быть просто более агрессивный, кто-то менее агрессивный. А так практически все. Но у них не пласть по-другому. Это приемка. Они принимают, они по коридору проводят. И там соответственно до обысковой. Потом обыск. Там если что-то отнимают, если ты что-то начинаешь говорить, это положено оставьте, добавляют. Ну и до того момента, пока ты там не выходишь уже в сам карантин. Но до этого момента тоже, на самом деле, подвиг. надо было свяжить в прошлый, в тот день. Потому что они давать слова не давали, знаете, включается рамштайн, музыка. На всю катушку. И все. И не дают ни слова сказать ничего и вообще никак. Понимаю. Ну а он просто попытался может быть сказать там ребят, можно потише, полегче или еще что-то. Этого было больше, чем достаточно для того, чтобы волна накрыла с большей силой. А вот получается, тех ребят, которые, двое, получается, дошли до карантина, я не знаю, просто как там вот это помещение, вообще, вы там как-то пересекались, не пересекались? Может быть... Они же пересекались. Мы все пересеклись. Так. Все в одном карантине мы пересеклись. Они все это нам до нас донесли, я как раз еще отходил только. Вот. Потом мы там два дня в месяц присутствовали, три дня, или даже четыре, наверное, дня, потому что только на пятый день нас появились в санчасть после прокурорской проверки появились в санчасть снимать побои, а за пять дней они уже все практически исчезли. Вот. И нам медицинская помощь была оказана только через день. Даже не на следующий, а через день. Они засуетились, эти два, которые парни с ним приехали непосредственно, они тоже дальше прокурора, их потом всех собрали и увезли. А вот получается, ну вот выскали, отходили в тот момент, когда, да, там они зашли. То есть они рассказали, а что они вообще рассказывали, вот как с их слов было, что произошло там? Ну, они так и сказали, все то же самое, тот весь путь, который произошел. Я просто единственное, что он там попытался вещи свои спасти какие-то, и все. Но я вас уверяю, там не имело значения ничего вообще, говори и не говори. Там это не имело значения, просто, просто вообще, может быть, просто-напросто повернулся не так, этого было даже достаточно. Ну, а вот ребята не поясняли, да, вот в какой момент именно начали вот его именно избивать, как это произошло вообще? Потому что он отказался, ну, он вышел и не стал, там надо в голову опускать, он опустил голову, потом они там начинают немножечко, как бы унижать лаическое достоинство, а он отказался. Вот и все, и больше уже никто ничего вам не скажет. Понятно. Я же говорю, этого было более, чем достаточно. Один, одного закрыли в ШИЗО, а с ним вот так вот поступили. Понятно, а вот, да, да, ну, в принципе, вот все то же самое, картина та же, да, что и слышали мы до этого. А вот эти ребята, которые зашли, получается, двое же к вам зашли в карантин, правильно, с того этапа? вот, а на них там какие-то видимые побои были, может, кто-то жаловался, там, что-то говорили, они вообще, что там силу к ним применяли. Они сами об этом говорили? Ну, нет, я вам скажу так, ну, приемка протекает так, на всех у них тоже здоровья не хватит. Вы же тоже понимаете это, должны понимать. Кому-то достается, самому первому, самому крайнему, достается, как правило, самое большее. Те, кто идет, ну, в потоке, ну, так, с лиганца, и еще один момент, там оба молодых мальчика были, они, ну, в общем, они сразу все сделали, и, грубо говоря, пролетел, пронесло их, повезло просто. Ну, там пару-тройку раз им перепало, но ничего серьезного. Это вы говорите про свой этап или про второй? Нет, про их, про их, про второй. Понятно. Понятно. Так, ну, вот, а по поводу ваших, побоев, вот, вы вообще с кем, ну, говорили же об этом кому-то, заявляли, заявление какое-то писали? Или только со слов? Как это было? Какой день? Ну, день на третий, наверное, на четвертый, да, на четвертый, на четвертый день приехали, на следующий день нас побои повели снимать. Приехал прокурор. А прокурор, одну минуту, прокурор Брянской области или Клинцов какой? Нет, я так думал, что Брянский прокурор. А имя не помните, да? Маленький ушел? не помню, да. Угу. Сколько лет примерно? Ну, лет 35-40, молодой такой. Ну, темный, светлый. Темненький, темненький, круглористый. Угу, угу. Дело в том, что меня, что, я же первый шел, они меня сразу, пинками, я убрям, пинками меня закатывали, а кто за мной шел, они видели, как все это происходило. Угу. Вот, у нас там 4 человека, я там еще одному достал, потому что я вообще больной, еще сам по себе был. То есть, мы его все это вообще описали полностью, всю приемку. Так. Но, я так понял, ничего на этом, и все, и потухло. Ну, то есть, вы написали это все, изложили на бумаге, и у вас эти бумаги взяли, да? То есть, принял этот прокурор? Да, да, да. И получается, ну, если это вот было 8-го, 3-4 дня, это получается число 12-е, да? И с 12-го декабря, вот, никаких известий вы не получали, никаких писем, ничего, никаких ответов? Нет, 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 все, ничего. Вот они приезжали, брали у нас, только этот, брали, два раза, по-моему, брали, объяснение сначала, Брянский, потом Клинцовский, а потом уже вот сейчас, недавно, где-то, может, полмесяца назад, месяц назад, местный, до пика, и этот, наша оперчерская колония. Угу. Вот. Но на этом все, на этом было закончено. А вот представитель УНК Каракотин приезжал к вам? Нет, никто к нам не приезжал. Не было до этого? То есть, и вообще, он туда вот, вы даже не слышали, что он приехал, да? Ну, то есть, вот в эти дни, первые дни? Нет, 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 единственное, что, да, прокурор нас к нему вызывали, и все. Угу. Тогда он приезжал, именно вот опрашивать этап, кто пришел в тот день. Вот. И все, и больше ничего. Вот тогда, это первое, наверное, в самом начале, скажем так, в течение недели, вот это все происходило, а потом, ну, максимум две недели, все, потом все, все закончилось на этом капитальном, больше ничего не было. Я поняла. То есть, из всех ребят, которые, вот, ну, вы же там, наверное, как-то рядом, да, все, вот, из всего этапа, вот эти, сколько у вас было, 14 человек, да, по-моему? 13. 13, 13 человек, то есть, и вот никого из 13 человек, ну, ОНК, например, там, не вызывал, правильно? Нет, нет, никого. Никого. А вот, все-таки хочу вернуться к тому моменту, как вот вы выходите первый из автозака. То есть, вот что, что начинает происходить? Вы, вот, спрыгнули вы оттуда, да? Какие дальше команды поступают? Именно, как, в каком, какого положения вы заняли? Как вы шли? Сколько вы шли? И вот, удары кто-то наносил? Сколько примерно ударов наносили? Сколько человек наносили удары? Ну, хотя бы вот так, в общих красках. За себя я могу сказать, все четко могу сказать, за себя. Я ни одного шага не прошел. Сразу, как вылез из автозака, здесь есть, он до сих пор работает, этот сотрудник. А кто это? ну, Савич Хохол, здесь он ключник. Так, так. Значит, он говорит, голову ниже, я не могу согнуться, потому что у меня киста, позвоночник, и у меня проблемы с копочком. Пища у меня, тазобедренный сустав, и я не очень могу согнуться, и, в общем, он меня сразу скидывает. Я падаю на пол, и они меня начинают ногами пинать, потом я пытаюсь встать со словами, что же вы, сволочи, творите. И тут еще прилетает, и их было трое. Кошмар. А вот кто это был еще, то есть из этих сотрудников, ну, можете? Я могу по обуви определить. По обуви, да? Да, я кроме ботинок ничего не видел. Меня пинали, я кубарем закатился в этот, в обысковую, все. Кошмар. Меня запинали туда, да. Кошмар. У меня абсцисс был, он у меня как раз весь лопнул, я потом отмывался от крови, гной. У меня сахарный еще диабет, мне потом плохо стало. Так и возраст, у меня тоже 46 лет. А какого года, Константин? 74. 74, да. А можно вашу дату рождения полностью узнать? Ну, да, 22-06-74. 22-06-74, а отчество у вас какое? Носов, да, фамилия? Да, Константин, Слухнович. Одну минуту. Так, и вот получается, вы уже в таком бессознательном состоянии, да, вот, да, Бусковой. Дальше вот, что происходило с вами? Дальше, наславшись на то, что я уже не могу сидеть на корточках. А вот сказали, сказали, перебью вас, вот вам приказали, то есть они, да, сесть на корточки, руки, куда в этот момент нужно было? За голову. За голову. Сумки, где сумка? Мои сумки, мои сумки, когда меня, когда меня пинали, они куда-то разлетели, они потом валялись там. Понятно. Так, вот вы заходите туда, там сколько человек сидит в этой Абусковой? Или, или... Двое. Так, Двое. Трое? Да. Трое, так, а фамилии? ДПНК, и, ну, тогда Козлов, по-моему, был, я не знаю, Козлов, кто он, я не знаю, ДПНК был, и вот этот опять Саныч был, и еще один оперативник был, Каримыч. Угу. Вот. Они обыскивали. Так, ну, и вот, что в эти моменты происходило? Ничего, значит, раздели догола, присели, они обыскали, все, что-то забрали, обобрели, выдали новую робу и выгнали в карантин через там еще процедуры не очень приятные и все. Это вот лопата, да, и... да. Понятно. Ну, это, то есть, вот, те сотрудники, которых вы запомнили, и сейчас вы помните, понятно, понятно. Ой, на самом деле, даже я растерялась, после, после того, что... Здорово, я почему еще хорошо запомнил, потому что он с нами еще один следом замошил парень, а у него статья за наркоманией на 228. Он его там на тумбочке бил, очень муразом. Кто кого бил, подождите? Ну, вот этот оперативник. А вот вопрос такой, Константин, если, то есть, там, к вам придет адвокат, например, да, ну, как вот, против или за, чтобы все-таки не дать затихнуть этой ситуации, да, вот, по поводу того, что с вами произошло в момент приемки этапа? Я за, но даже не за меня, за, да, просто за, за того парня, за только, хотя бы даже за этого за. Понятно, понятно, я вас поняла. Константин, еще такой момент. Можете дать там номер родственников своих, с кем вот связь поддерживаете, вот, но все-таки на всякий случай перестраховаться, чтобы были какие-то контакты, чтобы в случае чего-то можно было связаться через них как-то с вами. Да, конечно. Я запишу. Продиктуйте, пожалуйста. 977. 977. 336. 336. 4054. 4054, да? Да, это Алена. Еще раз повторите, кто это? Алена, моя супруга. Алена. А отчество там или фамилия? Да просто Вадиму Алену просто скажите, что от меня и все, она нормально. Я им сейчас предупрежу. Этот номер, кстати, тоже можете сохранить, этот номер, в принципе, ну, можно всегда по этому номеру выйти на меня. Если он будет в сети, соответственно, то всегда, там, кто не возьмет трубку, можно будет передать человеку, там будет Роман, вот, он мне передаст и я снова вам выйду на встречу. Хорошо, хорошо, я поняла. Спасибо вам, константин. Ну, не за что. Вот, знаете, еще вопрос хотел задать. Вообще, территориально вы из Брянска? Ну, территориально нет. А, от, от, Москва, Москва, да? Да. Москва, так, поняла. А, долго вам там еще находиться? Да, долго. сколько лет или? Еще год и восемь, год и семь. Так, год и семь. Получается, приговор у вас от какого числа? У меня приговор вот какого числа? Да, 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 ну, вот, когда там суд был, помните, нет? А, конечно, помню. У меня он вступил двадцать пятого сентября, отдали мне два и два, да, но я на тот момент уже. конец срока у меня октябрь, начало октября двадцать первого скачего года. Угу, угу. Так что я здесь еще буду. Начало октября двадцать первого года, поняла. Так вот насчет побоев все-таки, какие побои у вас там зафиксировали? Ничего они не стали фиксировать, ничего не зафиксировали, потому что, во-первых, у нас прошло, во-вторых, я же не буду сидеть весь в крови, в гной, все отмыл, а у меня абсцесс разорвало, и вот, я же на медикамент опять-таки. Вот. У нас там трое было, второго, у него еще оставался след, вот, они у него, по-моему, зафиксировали след. У него зафиксировали. А на чем, на какой части тела след этот был? Почка. Почка? Да. Если не ошибаюсь, право. Право. А кто это был, можете сказать? Захарченко Сергей. Захарченко Сергей, какого года рождения? Так, он у меня старше на пару лет, 78-го был. Угу. 78-го, а статья там какая у него, вы не знаете? Да, у него, он 158-й, 3-й. 158-й, 3-й. Угу. Так, значит, вот почку, зафиксировали, то, что там право. Ну, а так вообще есть там ребята, которые вот не боятся там что-то сказать, хотят? есть, 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 конечно, есть и те, которые видели все, по крайней мере, меня точно видели все, вот, которые следом, они еще здесь, я могу, в принципе, сказать его, фамилию. Да, было бы, было бы очень хорошо, на самом деле, чем больше, да, вот, слов, речи, то есть, ну, в дальнейшем. Ну, я понял, понял, понял. Ну, если кто-то будет здесь, то я, в принципе, могу у них все собрать, и вам потом перезвонить, или как, или отдать. Да, да, мы на связи, звоните. это не вопрос, если что, да, конечно, они вон, они пойдут, но никто здесь не скажет. Угу, угу. Я вас поняла. Спасибо вам огромное. В общем, держитесь. Я не знаю, давайте, наверное, договоримся, там, ну, периодически, да, там, как-то созваниваться, чтобы связь не потерялась, там, ну, хотя бы, там, раз в месяц, там, может быть, чуть-чуть почаще просто прозванивать, и вдруг у нас какая-то важная информация будет. Либо постараемся, либо постараемся через ваших родных, там, мы с вами, да, какая-то... Ну, наверное, да, лучше так, потому что у меня вот вчера я пытался, смотри, связаться, тут телефон, туда-сюда, я же все-таки не на курорте, поэтому там, если чужение моей скажете, а я там с ней чаще общаюсь, она мне передаст, скажет. Все, все, хорошо. Вы можете поддерживать связь, и все. Я ее сейчас предупрежу. Хорошо, мы договорились. Спасибо вам. Все, не за что. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Вот посмотрите просто, как я пришла в Клинтин в первый суд, да, и увидела шестого. Я просто на него посмотрела, на этого дверка, который стоит там в клетке и трусится. И я думаю, может ли он лишить жизни моего брата. Я посмотрела на него, это увидела. И я хочу увидеть также остальных. А вы вот по какой-то причине, вместе, наверное, с твоим руководителем, я не беру подтверждать, но лишается нас этой возможности. И вот из-за таких, ну кого я там увижу, как свидетелей? Ну, пока никого. Как свидетелей, понимаете? Именно вот так, и именно, наверное, посажают. А тут людей выпускают, которые душат, кровать им привязывают, скидывают им в 105-ю и превышение должностных полномочий. Это что же работа Следственного комитета Врянской области? Суд? Суд? Ну, это же из-за чего? Из-за такой работы, которую здесь провели, правильно, изначально? Правильно. Именно из-за того, что даже в тот раз не привлекли всех к ответственности, возможно, этот случай также повторился. Именно из-за этого. То, что те люди, которые там работали, они и остались работать. И продолжать вот этот вот конвейер пыток. Исполнитель. Ну, вот это вот фразы, только вот этой фразы в вашем обвинении. Думаю, кто-то потом скинет. Основное оставит 286-го. Не предвидел возможности наступления. Ну, это же фабула ваша, это же ваш фабула. А почему она везде идет? И вот я опять задаю этот вопрос. А она и там в суде будет такая же фабула. Вот точно такая же. Не предвидел возможности. Вот это, ну просто это, я не знаю. Не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий в виде смерти потерпевшего, хотя при необходимой внимательности предусмотрительной вести должен был предвидеть. Вы считали показания этого Якубчика и Дмитриева? Где, ну, почему вы так пишете? Почему вы так пишете? Полчаса, они говорят, что били не менее получаса. Избивали. Как это один удар? И не предвидел он опасных последствий. Не менее одного удара. В левую область туловища. На ногах есть, все есть. Почему не менее одного удара? Где те удары потерялись? Что у вас фабула-то такая? Не менее одного удара в левую область, он ему в левую область туловища бил один раз на протяжении получаса. Ну, как вы так даже пишете эту фабулу? Ну что, Татьяна, ну что, Татьяна, вы делаете хоть работу? Не менее одного удара. Ну что, в левую область туловища, и все. Вы читали из печенистей? Ну что вы мне его читали? Как написали? Я читала, я читала, и вы, наверное, читали. В левую часть туловища. Написал бы он не менее десяти воздействий. В объединении будет не менее десяти воздействий. Да он вообще ничего не написал. Столиком он ноги не упорезал. Смех куриный, реально. Следствие же происходит из доказательств, которые имеются в деле. Заключение эксперта основное. Ну вы же говорите, что эта фабула была в начале еще. Не было же заключения эксперта еще. Как эта фабула тогда писалась? Это то же самое, что Боготырек мне рассказывал при первой нашей встрече. То же самое и получается сейчас. Как он нам говорил при первой встрече, вот один в один ситуация, вот она, она сейчас. Еще не было даже экспертиз никаких. Не было ничего готово. Он только писал постановление о назначении технопарки. Как так получается? Совпадение, наверное. Вплоть до мельчайших подробностей. Все, вот один в один. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня виновен в этом смерти сына, мужа и брата, понесли заслуженное право. Я понимаю, что это единичное лицо, но там были и другие помощники, там были люди, которые могли воспрепятствовать, остановить этот беспредел. А то, что сегодня он будет как бы вину за всех, будет враг на себя, я считаю, это несправедливо. Виновные все, кто сегодня был, кто видел, кто мог принять какие-то действенные меры с тем, чтобы остановить этот беспредел, мы этого не сделали. Поэтому мы именно с этим уклоном будем дальше продолжать эту работу. Я понимаю, что мои слова ни в коей мере не могут восполнить эту утрату, но тем не менее, позиция, которая на сегодняшний день законом определена мне, мы однозначно будем действовать жестко и доказательно. с тем, чтобы все понесли ответственность, заслуженную ответственность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прокуроры, следователи, новое руководство ФИЛН Посмотрите внимательно этот фильм Пересмотрите, переслушайте показания людей которые сами подвергались пыткам Что нужно сделать, чтобы вы прозрели? Чтобы в вас проснулось что-то человеческое чтобы остановить этот пыточный конвейер Хватит! Остановитесь! А еще я очень надеюсь, что этот документальный фильм про пытки в Брянской К6 будет последним документальным свидетельством этого пыточного конвейера. Я очень надеюсь, что после просмотра именно этого фильма руководство ВСИН, Минюста, прокуратура и Следственного комитета вместе объединят усилия и сделают все возможное, чтобы, наконец, пытки, систематические пытки и унижения в Брянской К6 прекратились раз и навсегда. Чтобы больше ни один человек не страдал от пыток и бесчеловечного обращения в ВК-6, чтобы больше не было ни одного убийства. Субтитры создавал DimaTorzok